Всех приветствую дорогие друзья, вы как всегда на канале Бодобумчик, у нас сегодня один из самых интересных выпусках, потому что сегодня на моем канале присутствует Иван Зола и его менеджер, а самое интересное то, что сегодня мы ждем от них разоблачения на кашу, именно в этом конверте... Ааа, от них, типа ты блять вообще рядом даже не стал, ну понятно, мне кажется там разоблачение будет полная хуня, вообще бредовая, типа он, видите, он скинулся на Иван Зола и на менеджера какого-то. Входится материал, который мне предоставил менеджер Ивана Зола, который может повлиять на судьбу каши. К этому конверту мы еще вернемся, а теперь давайте посмотрим обращение Ивана Зола. Все стримы объявили мне войну, постоянно унижая меня, они убивают мою медийность. Никоглай Мазелов, а также мой главный персональный хейтер Каша. Чего блять? Иван Зол, я не являюсь твоим хейтером, не надо блять, я твой главный фанат, я почти твой каждый ролик смотрю. Ну вот именно то, что я тебя попросил сделать, то ты смотрел. Все, заебись, было, че-че такое? В смысле я твой хейтер, че я тебе плохого сделал, Иван Зола блять? На каждом стриме ты меня унижаешь. Я не унижаюсь, я смеюсь, шучу и так далее. Если б я тебя унижал, то меня бы твич давно забавил, ну все, по факту. Я не унижаю его никак. Говорю то, что, ну Иван Зола, ты не очень умный. Ну охуеть. Что я слабоумный, хотя я по факту не слабоумный. Это было достаточно серьезное заявление от Ивана Зола, и я думаю, что разоблачение будет поистине интересно. К сожалению, у меня нет до... Охуя ебать! У конфет... Я думаю, конфетный магнат так же сидит, блять. У себя наху на заводе. Ебать, вы видите его посадочку? Нихуя он смелый. Ебать сидит, блять. Ебать сел наху! Ебать поза! Охуеть, Екатерина Мизулина еще футболка. Бро, вещи надо стирать, если что. В одном и том же ходить это такое себе. Да, я говорю, как чел, который меняет белую футболку на черную. Да, 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 да. Это я говорю. Меня бросил парень, заменишь? Тебя или парня? Тебя могу. Кушай чеснок на стреме, а горло болеть не будет. Да не, нихуя, нихуя себе. Там наоборот, такое раздражение поднимется. Привет, персик, я тебя люблю. И тебе идет черный цвет футболки. Спасибо большое. По баннерам заходите или умрите. В GTA 5 RP. Обязательно заходите, смотрите. Привет, Каша, посмотрел видео. Там никакого разоблачения нет. Он просто хуйню несет очередную. Ебать, кто бы мог подумать? Бля, я думал, он там как Навальный мой пентхаус заснимет и покажет то, что сколько там заработал с его стрима, а ему даже стука не дал. Ебать, правда? Да ну не, подожди. Иван Золов в ролике скажет просто какую-то хуйню? Блядь, мы здесь за реальным разоблачением, блядь, пришли. Ебать, не, серьезно? Ну там дальше спойлеры не буду читать. Поздравляю Соню с днем рождения и желаю ей, чтобы она оставалась лучшей и дальше. И также поздравьте в комментариях с днем рождения. Все. Ступа к этому материалу, поэтому я дам его владельцу, а именно Ваня. Ну что ж, Ваня, держи, это тебе. Темная сторона проиграет, а светлая сторона проиграет. Будьте... Все проиграют. Один ты выйдешь чистым. Готовая. О, мем 2015 года. Подожди, Ваня, ты сказал то, что светлая и темная сторона проиграет. А, стоп, наоборот. Темная сторона проиграет, светлая сторона выиграет. Все правильно. Спасибо, Ваня. Ваня, какое разоблачение ты подготовил на кашу? Это, собственно говоря, разоблачение на кашу. И, собственно, оно очень будет жесткое. Меня этот человек очень сильно достал. Он меня булит, издевается. И, собственно говоря, что? То есть, присутствие... Не, если серьезно, в жизни тебя не булил, в жизни на тобой не издевался. Я до сих пор вот даже там в жизни встретимся, я тебе слова плохого не скажу. Ну вот, блядь, говорю только по факту. Да, Иван Золо, ты не очень умный. Я понимаю, ты хочешь себя окружить людьми, которые будут говорить то, что пиздат, и охуенный, и так далее. Но эти люди, блядь, тобой манипулируют. Тебя наебывают. И, блядь, левое ухо только наслаждается Иван Золо. Охуенно, Монтаж. Кстати, да. Ну, благо, я и слушаю только левым ухом. Звук охуенный. Монтажер реально старался. Вот, сука, я уверен, монтаж этот был сделан за один день. А то, что там звук на одно ухо, вот это он делал месяц, блядь. Это вообще пиздец. Я ебал. Существует момент то, что он тобой постоянно издевается. Правильно я понимаю? Называют меня слабоумным. И еще как-то. Но я это нигде не афишировал. Я вообще с ним не знаком вживую и никогда не был. А-а-а, ну все. Я не знаком с тобой вживую, че, че вообще могу про тебя говорить. Ну, вообще ебалень просто заткну и все. Что у него тут написано? Си-с-с-ка-си-с-ка-зэ. Си-с-ка-зэ. Или что у него здесь написано? Подождите, что написано здесь? Я понять не могу. Си-с-ка-зэ. Подождите, блядь, что написано-то у него на руке? Я понять не могу, подождите. Си-с- что? Си-с-ка написано, реально? А, наверное, на сиське написано рука. Ну, это тогда гениально, Рофл, блядь, если это действительно. А, Сигма написано, блядь, но он крутой. Хорошо, насчет знакомства и вашей встречи мы к этому вернемся. Момент интересный. Мы обсудим разговор с тобой по поводу твоей поездки в Питер. Но изначально я хотел тебя спросить. Ты, по-моему, в конце видео хотел сделать какое-то обращение еще к Екатерине Мизулиной. Правильно я понимаю? Хорошо. Это уже стрёмно, кстати, это уже стрёмно. Че он там меня нашел, нахуй? Что он там хочет рассказать Екатерине Мизулиной? Да. Опа, на очко подсел я. Я так понимаю, ты будешь сегодня не один, с тобой будет твой менеджер. Да, Леха Средний. Я, собственно говоря... Леха Средний, блядь, охуенный никнейм. Отсмотрел все стримы Каши, и это разоблачение будет серьезным. Ваня, заявление очень серьезное. Давай тогда по порядку. Все началось с того, что Каша тебе предложил постримить. Правильно я понимаю? Хорошо. По стриме ты согласился в первую очередь на добровольной основе. То есть он тебе за это не платил. Да я и не просил денег с него. Не просил. 100к это не деньги, ребята. 100к это мелочь для меня, для Иван Зола. Ну это копейки просто. Ну это реально... Один раз перекусить в ресторане, блядь. Так-то он не просил. Но я бы ему все равно дал половину с донатов. Ну если бы... Мы донаты хотя бы засчитали вместе с ним. Я конечно скипал там про политику, т.д. и т.п. Но хотя бы наполовину надо было ответить. Чтобы и люди дальше донатили и хуй на это не забивали. Понимаете? Хорошо, а как это было? Вы списались с ним? Да, списались. А как это вообще? Поподробнее, пожалуйста. Можешь рассказать? Ну... Да в смысле, блядь, Бадабумчик? А вот это не знаешь. Ты же тогда кружки вместе с ним отправлял. То есть Иван Зола мне написал. Привет, Каша, так-то, так-то, блядь. Я в потере-потеринах. У меня тут проблемы, проблем. Мне нужна помощь, блядь. Так-то, так-то. Давай коллаб. Я долго искал твой ВК и т.д. Ёбаный в рот, блядь. Типа он не знает. Типа, блядь, он так в кружке побыл просто левым типом. Ну я ему предложил коллаборацию. Постримить с ним. Собственно, ну... Человек такой серьезный. Медийный сейчас, но популярный. И собственно, что договорились на время, дату. И собственно, мы постримили около 30 минут. И он позвал этого, как его, Никоглая. Зайчика Бани. Ну да, Таня Бани. Вот это. У тебя много недоброжелателей. Погоди, я давным-давно все проверил. Вот, подсоединился, кролик. Ага. Можешь врубать вебку. Здорово, кролик. Как дела? Что делаешь? Всем привет. Это я, кролик Таня Бани. Всем привет. Ну, блядь, Никоглая, конечно, тут проебался максимально, блядь. И фон не сменил, нахуй. И просто маску надел, как-то, блядь, трусы военные чьи-то надел. Блядь, он, конечно, тут вебался, вебался. Конкретно, нахуй. Пищикам всем передаю привет большущий. Я, собственно, ливнулся стрима, потому что я не хочу с Никоглаем общаться, потому что... Он так сказал папа. Понимаешь, ну... То есть ты не ожидал... Что он там сказал, нахуй? Потому что... Он, понимаешь, ну... Он сматерился, блядь? Ебать, бодобумчи, как на него действовать. Долбоеб, я так понял. Долбоеб. Долбоеб, он сказал, да? Лишаясь донатной невинности, передаю привет Сергею и Анютим. Привет, Каша, передаю привет Арише и желаю хорошего стрима. Спасибо большое за действие USD. Спасибо за пожелание хорошего стрима. Сейчас, секунд, донатов много. Привет, Манка, рад видеть тебя здоровым и хочу облезать твой пузик. Да, наконец-таки я в более-менее нормальном состоянии отдохнул. И говорю, что это все хуйня, ты самый лучший стример и говорю то, что Лера плохая девочка. Блядь, хули, ты охуел что ли? Я тебя 2к, в общем, донатил, ты так модерку и не дал на ютубе. Жду же, да-да, добавлю, 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 бро. Все окей, просто на ютубе не стримерно сколько. Добавлю DR в стиме, не буду приглашать куда-то тоже. Чего, блядь? Нет, я в стиме DR не добавляю. Вот, только в ВК добавлю, окей, договорились. Леха средний. Нет, блядь, Леха, 90% беру с донатов. Да больше, больше берет. Вот, я думаю, за половину рекламы вообще золо не платят. Привет, Зай, вот тебе 500 рублей, можешь добавить в DR. Опять же, добавлю после стрима. Поздравляю, Соня, так, 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 это уже было все, давайте дальше. То есть, ты не ожидал такой подставы? Перед стримом ты, Каша, сказал, Тани Бани не приглашаем. Да, я, собственно, говорил, что никогда не стоит приглашать. И, собственно, он меня, говоря, ну, понял, что не стоит его приглашать, но он... Блядь, чувак, я не должен выполнять твои какие-то просьбы. Все. Да, ты приходишь ко мне в гости, когда ты просишь помощи. Не, ну, правда, прикиньте, вы приходите к какому-то другу своему помочь, там, например, комп починить, да? Просто там, какая-то у него проблема случилась, он вас вызвал, там, но умолял тысячу раз, плохо вас отзывался, друг говно, в общем. Вы приходите к этому другу, нахуй, там, чините, а он еще такой, блядь, а ты протри там от пыли, сделай то-то, сделай то-то. Я не, ну, не обязан, просто не обязан, блядь. Ты приходишь ко мне в гости, блядь, ты не хозяин, понимаешь, этого стрима. То есть, ну, ты, ну, Иван Золо, я не обязан все твои просьбы выполнять. Ты попросил помочь, я помогаю. Какая разница, каким способом, каким методом, нахуй. Ты не будешь это выбирать. Ты не будешь меня ставить, блядь, перефактом, так-то, так-то, этого, это не хочу, то не хочу. Я даже, когда начал выполнять твои просьбы, последние минуты стрима, твои, когда мы вместе там еще сидели, ты же просто хуй забил. Ты меня в час просто кинул. Я такой, хочешь без Никогла, хорошо, я сейчас уберу Никогла, если ты настолько не хочешь, не в час за то, что ливаешься стрима. Он что сделал? Начал игнорить, блядь. Я мог скипнуть Никогла, причем довольно-таки заслуженно, потому что, ну, нахуен подготовился. Чем ты его пригласил? Я хотел, чтобы он выключил его, но он тупо меня не понимал, как будто не я с ним разговаривал, а Стенка с ним разговаривала. Хорошо, то есть ты считаешь, что ты... Ну, блядь. Со Стенка был бы диалог более конструктивный. Издевательство. После того, как я ушел со стрима, был трехчасовой дебатовский стрим, то есть политический. То есть, в котором ты не хотел участвовать, и как раз-таки Каша, типа, пообещал, что такого стрима не будет. Он просто с меня хотел поднять Тенлайна, и... Чего, блядь? Так политический стрим начался, потому что ты ушел. Я других людей пригласил на 30к онлайна, потому что ты ушел. Точнее, когда сидел Иван с долл, там было там 24 тысячи. Когда уже началась вот эта вот политика, там было под 40к. То есть, ну, блядь, на сколько я тебя там онлайн поднял? Ну, на сколько на тебе, точнее, онлайн поднял? Чувак, ты чё, угораешь, блядь? Я, Симпень, если бы ты сидел, Жмиль в жизни бы не пришел, Хесус бы в жизни не пришел, этот даже бы не пришел. Всё, понимаешь, блядь, нихуя, ты чё, блядь, выдумал, бро? И, собственно, у него это получилось. Честно говоря, удивляюсь, как Ивану Золо удалось дать ЕГЭ и поступить на программиста. У-у-у, вот светлая сторона интернета тоже говорит, что Иван Золо не очень умный, ахуеть, вот это да. Ну, тут реклама какого-то скама очередного, я уверен. Ты говорил, что он на тебе, по-моему, не хайпится, как бы, но почему он каждый твой ролик смотрит на... Не каждый, а только тот, который я сам, можно так сказать, спродюсировал. То есть ролики, которые, ну, я понимал, будут смешные по Доте 2, я попросил аудиторию батить, и ему сказал то, что запиши ролик по Доте 2, и аудиторию просил бате, чтобы он снял ролик по Доте 2. Вот эти ролики я понимал, что будут смешными, я их смотрел. Остальные ролики пока обходу, ну а хуй забиваю на них. Ну вот говно, очередное, не смешно. Сто процентов говно. Ютубе обозревает и следит за тобой так плотно. Возможно, это мой самый главный персональный хейтер, но... Да, блядь, где я тебя там хэтчу, я всё говорю по факту. Иван Зола, ты реально не очень умный. Ты не гений, у тебя не стошно с IQ, извини, конечно. Ну, блядь, я не буду, блядь, пиздец. Вот я, в отличие от бодобумчика какого-то твоего, говорю тебе в лицо, а не за спиной, нахуй. То есть, во мне есть что-то пацанское, там, я в лицо говорю, да ты хуесос, там, ты гандон и так далее. А так, потом при друзьях, блядь, нормальный типок, да-да, охуенно типок, надо его ещё будет пригласить. Как бодобумчик делает, блядь, это вообще некрасиво. Куся здорова, стримов 10-15 назад, когда смотрел видео Иван Зола, ты сказал, что строители самая конченная профессия. Ок, ладно, я сейчас в Якутии получаю 200к месяц. Я говорил не про зарплату и не именно про саму профессию строительства. Сама профессия строителей, я, конечно же, её тоже не долюблю, потому что строители, сука, всегда наебать тебя хотят. Всегда, вот они наебают, они хотят наебать, они тебя наебут, потому что ты не разбираешься. То есть, надо всегда со своим строителем прийти, которого ты уже заманил, чтобы, ну, он хотя бы тебя не сильно на бабки наебал. Я говорил именно про саму стройку, то что ты, блядь, любой сейчас мужик может пойти работать на стройку, отсидел, блядь, полжизни, вообще похуй. Пойти на стройку, уменьшать цемент. Вот такая профессия, это самое, ну, тупорылое и кончено, конечно же. Привет, Каша, граф утром запустил стрим, делай обзор на твои нарезки со вчерашнего стрима. Ты же ныл, что у него никогда не было больших донатов и звал тебя на стрим, говоря, что ты бегаешь от него. Говорят, что ты бегаешь от него, чего? Так же ты ныл, что у него никогда не было больших донатов и звал тебя на стрим. Блядь, на мне похуй на этого Артема, графа. Честно. Привет, Каша, удачи на стрим, береги здоровье, не забывай отдыхать и поменьше пей энергетиков. Стараюсь, стараюсь, стараюсь. Я один энергетик на два стрима делю Так что все, я бросаю их Короче, Каша, привет Я поспорила с друзьями, что смогу Заговорить с самой красивой девушкой Как мы потратим их деньги Ну и, короче, передаю Привет Максимке Лев Леванаву Вот, да Часи ку-ку Привет, привет, ладно, донаты следующие потом отвечу В то время Но в то же время И хейтер, и, наверное, главный фанат Точнее, главный фанат Главный фанат, это больше на меня похоже Хорошо, скажи, пожалуйста Он тебе сейчас предлагал какие-то деньги За стрим? Смотри Ну, я предлагал, но не свои деньги Там челик сказал, что он готов Стука задонатить и мне И Иван Золо, чтобы сыграть вместе В доту Ну, тот чел, с которым я за стука играл в доту Сначала мне просто стука отдал Вот мы с ним сыграли в доту А потом такой Блядь, хочу еще с Иван Золо Это будет вообще угар Я такой Ну, блядь, без проблем Я попытаюсь как-нибудь передать деньги Иван Золо Потому что сейчас Я ему не могу писать в ВК Он меня типа из друзей удалил А у него личка закрыта Я иногда слежу за его стримами И он говорил, что типа меня разблоки О нет, типа я его Нет, что я говорю Получается, тебя Каша просил, чтобы ты его разблокировал Да, я разблокировал его Нет, братан, я тебе не могу до сих пор написать Ты должен мне Ты должен либо личку открыть И покинуть мне запрос в друзья Чтобы я тебя добавил в друзья И тогда мы могли общаться Сейчас я тебе ничего не могу написать Мы сейчас не можем никакие моменты обсудить И попиздеть С глазу на глаз Так что тебе нужно, блядь, меня сначала в друзья добавить Тогда я тебе смогу написать Сейчас у меня написано то, что он ограничил круг лист, который ему могут писать То есть, как будто бы я в блокировке Я про это говорил Что баннер, блядь, ну и что баннер И по факту он тебе что-то предлагал Какую-то оплату за стримы Нет, дальше он не писал Он только говорил, что заплатит мне, напишет И все, нету ничего Он, по-моему, нашел какого-то донатера, который По-моему, готов заплатить Но, по-моему, он тебе писал до этого Что готов заплатить 60 тысяч 100 тысяч я ему не писал Я ему просто говорил на трансляции Вот появился человек, который готов задонатить 100 тысяч мне, 100 тысяч тебе Я это говорил на трансляции Свои деньги я не хочу отдавать его на золо, честно 100 тысяч он не заработал За тот стрим он максимум заработал, ну, нихуя Сори, но он вышел, блядь, ребята Он вышел, блядь Вы также можете устроиться на работу Просто не прийти, нахуй Вам так же не заплатят Скорее всего, еще штраф дадут Что такое? 60 тысяч? Нет, это не он был Это, по-моему, был Мазелов Это Мазелов тебе предлагал 60 тысяч за стрим? Нет, не за стрим, за рекламу А, за рекламу Бля, вы охуенно подготовились, блядь, к разоблачению Че он... Это он тебе предлагал? Бля, не уверен, это тот... Нет, вроде вообще другой, блядь Какой там чел? Каша вообще? Кто? А каша? Кто это, блядь? Бля, забыл Каша лысый тот, который? Или с челкой, блядь? Блядь, как он вообще выглядит? Ёб твою мать Прям охуенно разоблачение Ладно, хорошо К этому вопросу мы чуть позже вернемся Когда пригласим менеджера Смотри, недавно появилась информация Кстати, по этому поводу Я недавно записал ролик То, что якобы менеджер твой Заскамил парня на 15 тысяч рублей Но по факту Он подделал переписку Даже подделал нейросеть Этого голосового Да, очевидно, блядь Я это еще с самого начала сказал И четко в видео Если зайти на его ролик Видно то, что у менеджера Изначально ник Сивнявский А потом Синявский То есть, как ты прокомментируешь это? Ну, я скажу, что Это была какая-то Контратака на меня Чтобы меня подставить И чтобы этот чел Хайпанул На мне Ну, по факту Многие до сих пор Спамят твоему менеджеру С угрозами И тебе в том числе Кто-то вообще сбрасывает Твой номер телефона Ну да, этот чел Не очень хорошо поступил С Иван Золо Да и в любом случае Угрозы писать, блядь Ну, это Дело такое себе Вообще, ребят Никому не пишите Никогда угрозы Даже в прикол Там, в шутку Даже в GTA 5 RP Ну, его нахуй Не надо Контрнаступ, да Телефон от твоих родителей И до конца думаешь Что этот парень По факту Прав Но на самом деле Он просто сделал Фейковое Какое-то разоблачение Ну, это да Блядь Вот пиздец Делать фейковое разоблачение Да? И сейчас сидят, блядь И вместе на меня Делают какое-то Фейковое разоблачение Я даже не понял Семь минут уже, блядь Одна четверть ролика Прошла И нихуя То есть Ну, ну, ну Ноль чего-то, блядь Ноль чего-то Ноль чего-то, блядь Вот и Мы просто хотели Закрыть эту тему Уже раз и навсегда То, что Никто никого на 15 тысяч Не скаймил Потому что я лично В этом убедился Действительно На самом деле Это все была фейковая информация Есть все скрины Пруфы, переписки Запись экрана И даже В комментариях У этого парня Под роликом Пишут то, что Вся вот эта вот Движуха с разоблачением Это просто фейк Там даже комментаторы Разоблачают всю эту историю Ну, что ж Ладно, давай Закроем уже эту тему И вернемся К теме каши Стримером И, наконец-таки Пригласим твоего менеджера Который в том числе Замешан всей Вот этой вот ситуацией Который готовил Тоже разоблачение на кашу Ну, что ж Пожалуйста Пригласите сюда Менеджера Ивана Золова Приглашаю Леху Среднего Леха Среднего Взываю чисто Давайте Везем сработал Гибач, у него там Лех Леха младший Леха большой Леха почти средний Леха Одна седьмая Леха красавчик Леха умный Леха красивый И так далее Охуеть Менеджер Ивана Золова Это, собственно говоря Мой менеджер Леха Средний Леха Мид Итак, ну что ж Приветствую, Алексей Я так понимаю Ты сейчас будешь Полностью представлять Интересы Вани Да, но пробить Ваня не может Как-то полностью И правильно высказать Многие свои зрения С той стороны Что многие там Ситуации Которые происходят Вокруг его Они до его не доходят То есть Смотри Как у вас Происходит работа Ты по факту Отвечаешь За За все Да, то есть Ты Блядь, как он сидит Сука Как еще Камеру выставили Настроили Охуенно Контролируешь рекламу Контролируешь Все входящие Выходящие там Сообщения Звонки Сотрудничество Коллаборации Реклама Мы работаем 15 на 85 Это ваши проценты Да Что значит 15 на 85 15 процентов Мне 85 Он 15 процентов Работает Да, да, да Сколько там С кружка Он хотел заработать 15 тысяч 5 тысяч Рублей Иван Зола И 10 тысяч Ему Да, да Так, ну это Где-то 15 процентов Да, 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 да Это где-то 15 процентов Я думаю Ну наоборот Дай бог Если наоборот Дай бог Если он Какие-то деньги Вообще получает 85 То есть у вас Все честно Куда поступают Деньги за рекламу Смотри Деньги за рекламу Изначально поступают Мне С этих денег Я выписываю Сергею Отцу Ваня Расписываю Что откуда Куда Какой процент Мне Какой процент Ему И перекидываю На карту Его отца Вот Ну исходя Ну а там Представляю Так, ну реклама За рекламу Заплатили Короче Кириешками Пол пачки Вам И соус Еще Ладно Оставлю вам Так, а тут За рекламу Котиков Заплатили Короче Наггетсами Извините Наггетсы О себе Оставлю Привет Хуйло Ебаная Я твою мать Верну В GTA 5RP Все Привет Ксюшан Новикой Передаю И Ивану Новик Тоже передаю Братья что ли Сестры Нихуя себе Привет Каша Как Зола Не замечает Что Бодобунчик Тупо хайпится На нем Не замечает Потому что Он это делает Потому что Он с ним Не открыто Общается Он Ясен Пень С ним Малипулирует И Батью его Наебывают И всех Наебывают Ясен Пень Очевидно То что он В лицо Не говорит Там Иван Зола Ебать ты глупый Он Иван Зола В личной беседе Такой Блядь Ебать Ты Слушай Ты гениальный Ты один из самых лучших Людей Которых я знаю Да Вот ты прям Медиагигант Ты прям Вот эти Мазелов Хесус Каша Они тебя Не достойны Они тебе Завидуют Сто процентов Вот ему Эти мысли И вгоняют Такие То что там У тебя Каша Он плохой Он тебя назвал Не очень умным А ты так Гений Потому что Он тебя Завидует Просто И такое Очень легко Внедряется Особенно В мозг Какого нибудь Иван Зола Даже обычному Человеку Можно такое Внедрить Просто Надо уметь Манипулировать И В этом И страшно Потому что Какой нибудь Демон С тупо сплэш Кто не знает Тупо сплэш Это Разные Топ хаты Там где Вместо Еды Водка А вместо Воды Пиво И там Происходит Вообще Полнющий Пиздец И там Есть такой Человек Как Демон И вот Он Отлично Людьми Манипулирует Даже Самыми Нормистами И даже Разумными Людьми Он Ими Может Манипулировать Вот Большой Шанс То что Иван Зол Попадет К демону Это Страшная Тема Это Страшная Тема Оттуда Он не Выберется Не Выберется Даже Если Батя Сергей Попросит Его Просто Увезут И Все Привет Кашу Дашим Стрим Спасибо Большое Бля Какой же Монтажер Еблан Чел Сидит Слева Зук Справа Иван Зола Сидит Там же Звук Справа Один Громче Другой Тише Это Пиздец Я вам Раскрою Тайну Вот Этот Звук Чтобы Настроить Это Одной Кнопкой Я клянусь Даже Ничего Открывать Не надо Не скачивать Просто Сони Вегас Кликаешь Одну Кнопку А он Наоборот Сделал Короче Он Просто Покрутил Там Какие То Хуйни Такой Бля Шо Накрутил Ебать Я хотел Камикад Зади Дизлайков Накрутить Я накрутил Я вообще Не понимаю Да Просто Поставить Моно Ну и все Ну петлички Не могут Так записывать Это же Петлички Не для Асмр Там нет Разницы Там Дуо Моно Твинхенты И так далее Там нет Такого Смешного Каша Какое ощущение Что ты Каша Такое ощущение Что ты На измене Сидишь Тебе страшно Да блять Ясен пень Тут вода Просто будет Говно И кал Я не смотрел Конечно Но мне очевидно Ебать То есть История с Прошлым Менеджером У вас Не повторяется Нет Как прошлый Менеджер Алекс Алекс Квет И получается Что были ситуации Когда вы ездили На концерт Он забирал Там 50% Прибыли Кстати Интересный момент Вот там они Что-то про Екатерину Мизулину Говорили Иван Золо Он же укрывается От налогов 100% Он не записан Не как какой-нибудь Самозанятый То что он С рекламы Получил Ну и его Менеджер 100% Они с рекламы Не платят Налоги И присылают Все на свои Жи карты То есть Не в биткоин Там кошельки То что Нельзя Отследить А Прямо на свою Карту То есть Это плохо Укрываться От налогов Ребята Танков Не хватает Осуждаем Такого Он забирал То есть Он много Чего скрывал Правильно Он много Меня обманул На мне Что-то еще Заработал Ну что-то Купил На свои деньги Хорошо Я понял Ладно На свои деньги А на рекламу Хорошо Я понял Ладно По поводу Ваших рабочих Взаимоотношений Мы уже не будем Касаться У нас немножко Другая история У нас история По поводу каши По поводу разоблачения И так Давайте В целом По порядку Поступали ли тебе Сообщения От каких-то ребят Возможно Менеджера каши Чтобы Заколаборировать Провести стрим Потому что Ваня Зола Заблокировал полностью кашу Поэтому Единственный Кто мог Связаться Кому Прямое сообщение Это ты Хорошо Смотри Во-первых Я не знаю Если у каши Менеджера Какие-либо Либо нет Но Мне написал Денчок Я так понимаю Какой-то Донатер каши Либо Ну я Опять же Скину переписку То есть Все это увидят Главное Вот как говорится Ее найти Но В переписке Ну я скину Там покажу Где-нибудь Ну В разоблачении Этого не будет Ну она где-то есть Короче у бабушки В деревне Ну там Ну переписка Это будет Ну короче Ну да Просто Ну сами Сами понимаете Слушайте Ну это же разоблачение Тут не обязательно Пруфу показывать Ну где-то она будет Ну куда-то это я скину Ребята Где-нибудь это найдете Ну Ну ребят Ну что Ну это всего лишь Изоблачение Нахуя там доказательства Пруф какие-то Тем чтобы убедиться Кто это И вообще готов ли На это человек Я с ним говорил И говорю Ну если ты Правда имеешь Какое-то дело С кашей С кем мне Пруф Он скинул мне Скиншот Я думаю Ну скиншота мало Чтобы делать Какой-то вывод Он мне скидывает Запись экрана Где голосовые Сообщения Его Переходят на его Основной Ну аккаунт Именно В Вконтакте Вконтакте Да верно Вот Но я вижу Понимаю Что это Ну Походу Все и вправду То есть это Реальная переписка Да Реальная переписка Которую мне Присвали В которой Насколько я помню Там он даже писал О том Что ты напиши Мне он не отвечает Хорошо Я понял Что блять Какая сумма там была 100к Сейчас Давайте Секунду Еще раз Переслушаем Аккаунт Именно В Вконтакте Вконтакте Да верно Вот Но я вижу Понимаю Что это Ну Походу Все и вправду То есть это Реальная переписка Да Реальная переписка Которую мне Присвали В которой Насколько я помню Там он даже писал О том Что ты напиши Мне он не отвечает Хорошо Я понял Ну давайте Свяжемся Прямо сейчас С этим человеком Который 100к Обещал и мне И Иван Зола Прямо сейчас В дискорде Позвоню Дай бог Он ответит То есть Без выхода Видеосвязь Вы его не увидите То есть Ну По голосу Думаю Знаете Мы с ним В доту Играли на Троу Сейчас Секунду Сейчас Подожди Я переключу Звук на наушнике Хорошо То есть Вопрос Какие-то там Голосовые Кто Скидывал Блять Ну это Пиздец Чё Блять Какие-то Голосовые Во Вконтакте Нахуй Я Блять Вообще Не общаюсь Голосовыми Сообщениями Модераторы Я хоть раз Там В наш Диалог Хотя бы Записывал Голосовые Я ж Блять Ну Таким Не общаюсь Я даже Блять Телеграм Свой канал Записываю Кружки Когда меня Задрачивают Нет Блять Ну я Вообще Не общаюсь Голосовыми Я Ну Не помню Что я записывал Голосовое А только там Не слышу Блять В смысле Блять Да похуй Какой звук Будет Главное Чтоб Тебя Просто Было Слышно Блять Ну Какие Голосовые Ну Сейчас Мы узнаем Вот этого Человека Может Блять Действительно Что-то Там Писал Извиняюсь За Этот Просто Звук Не подключался Привет Да Вот Вопрос Таков Писал Ли ты Менеджеру Иван Зола Лёхе Среднему Обще Готов Скинуть Деньги Лёхе Медлу Писал Когда мы С тобой Обсуждали Изначально Что было бы Прикольно Постримить Золом Я ему Написал Так как У тебя Не было С ним Возможности Связаться Я ему Написал О том Что коллаборация Интересна С Ваней Хотелось бы Обсудить Желательно Напрямую С Ваней Ну Потому что С менеджерами Очень классные Истории Происходили Не раз В принципе Ты это И знаешь Я ему Пишу Каша дал добро Но он В черном списке У Вани Попросил Меня отписать Ну это После нашего Стрима С тобой По доте Кидаю ему Обрезанный Скрин Слушай Я могу Тебе застримить Демку А Сейчас Подожди Проверю Это аккаунт Есть Ну в принципе На слово Поверю Мне сейчас Эту демку Выводить Ну я К тому Что Может Перескрин На всякий Случай Сейчас он Быстро Диалог Найдет И будет Не весело Когда он Да похуй Говори просто Как все есть Я ему Кидаю скрин Переписки с тобой Где ты пишешь Он без стака Со мной не играет И не общается Я пишу Тебе реально Ахаха Ты пишешь Да Я сказал ему Торчу стука Я ему пишу О том Что у нас идея Проводить стримы В роли Типа знаешь Обучение Ване Типа тренерки Рофлы По минимуму Пишу ему О том Что Ваню Трогать никто не будет Ну если этот стрим Все таки состоится Он пишет Пусть тогда Каша мне напишет Сам чтобы я убедился Со скобочкой Знаешь с такой иронией Как будто бы я его стебу Ну хотя странно Я ему уже предварительно Скрин закинул Ибо много кто таких пишет И по итогу нельзя понять Скам это или нет Потом я тебя прошу ВК Как-то к нему обратиться Вот Ты кидаешь кружочек Где-то немножко Подсираешь пуджана Сережа Вот Бля Что-то я этого не помню Кружок ему кидал Ну кружок помнишь С плевочком Я же тебе писал Ты говоришь Я на стриме сделаю В итоге ты в ТГ Залил кружок Аааа Блядь Ну в ТГ Ты же хотел на стриме Объявить Но вот этот кружок Гораздо лучше сработал В их сторону Вот Я ему пишу Устраивает такое обращение Кидаю новый скрин Там какие-то ГС Ну то есть Это не запись экрана Ты мне пишешь Он меня в ЧС кинул Лучше ты свяжись Меня он сразу в ЧС кинет Я тебя прошу Обратиться к нему Там в 5 утра Ты пишешь Окей Я спрошу у него Задам вопрос на стриме Как раз таки Это на скрине Его это опять не устраивает Уже после твоего кружка В телеге И после этого скрина Он пишет Так кинь тогда запись экрана Что это именно Его аккаунт Я ему кидаю запись С теми же сообщениями Вверх-вниз их подрыгал Открыл твой ВК Вот Все Я ему пишу Сейчас на стриме Аванс каши Я уже внес Я тебе на тот момент Задонатил уже около 40 тысяч Ну то есть Это был знаешь Как залог для него Даже для уверенности Что деньги есть Что можно даже Ване Эту сороковку отдать В принципе Если он будет согласен Пока вносить больше Я смысла не вижу Это уже в моем сообщении Так как ответа от Вани нет Он пишет Обсужу с Ваней Я пишу Добро мне интересен Коллаб как минимум с Ваней То есть о том что сотрудничество Меня интересует Даже допустим Если тебя не возьму Да Ну я бы что-то продумал Ну это касательно Просто уже менеджера Я пишу Ну желательно с кашей Со скобочкой Естественно От каши От каши Как видите Уже одобрение есть Он пишет Да без проблем Это 13 августа Вечер 14 я кидаю ВК Ему свое Говорю Оставьте Ваня Хотел бы все-таки Попробовать лично обсудить Ну потому что вопрос Все-таки коллаборации Он имеет более личностный характер Именно с тобой Он мне пишет Все вопросы в данный момент Решаются сугубо через меня Отвечает через полчаса Через 15 минут Я ему пишу в час дня Когда примерно Тогда ждать ответа Пишу ему саму идею О том что я планирую Организовать Ну то есть допустим Регулярные эти стримы В котором на каждом стриме Мы допустим Будем кого-то звать Там Азазина допустим Да или Или Серегу Пирата Ну то есть Чтобы каждый поучаствовал В обучении Вани на тот момент Потому что мы не знали Что он Доту так быстро пройдет Вот Ну да Это кстати интересно Шоу Ну честно Я в шоке У меня так не получилось Я ну я сколько Ну я с бета играю С инвайта Ну хуй знает Не прошел Еще Тяжко Смотрите Я думаю этот момент Думаю стоит скинуть Иван Золо То есть по факту Менеджер отказался От того чтобы Иван Золо Получил 100 тысяч Там буквально за час Игры в Доту Ну это же бред Ну вот объективно Да Я предлагал Тем более я предлагал Сотрудничество На долгосрочной основе Да допустим Каждый стрим допустим Оплачиваемый Плюс можно смотреть По аудитории было Вот Пишу Получается Очень большое количество Коллабов Охватывающих максимально Количество аудитории Это будет с вашей стороны Абсолютно за идею То есть о том Что с их стороны Вклада никакого не будет Опять же Да Им по сути предлагают Очень даже Интересный перспективный проект С оплатой За каждый стрим В котором будут участвовать Медийные люди И в котором И в котором Иван будет Ну так же Хайпить Ну Ну я думаю Менеджер сам отказался Потому что он понял То что с этого Он процента Никак не получит То есть это не крама И он не сам тебя нашел И вы бы сто процентов Потом связались Поговорили бы Даже если бы он взял Какой-то процент Ну сделал вид То что он там нашел Очень обидно Что это мой тезка Честно говоря А ты Леха старше Я так понимаю Я Леха донатер Получается Ааа Блядь Это такая микрокликуха Тут чат спрашивает С кем он Эликс Если что Не подожди Получается Все молчу Что еще раз Тут чат просто спросил С кем ты вообще общаешься А ну это Донатер Который задонатил Мне 100 тысяч За одну катку в доте И хотел Сыграть еще С Иван Золу Дать и мне 100 тысяч рублей И Иван Золу 100 тысяч Чисто за катку в доту То есть Ну человек проверенный Деньги есть Возможность есть Желание есть То есть Проблема в самом менеджере Вот этим Я так понял То есть даже этот менеджер Он не белый И не чистый Как оказалось Ну то есть 5 дней игнора Извини перебью Все таки Но завершу Тут уже не так много осталось 14 августа Были эти сообщения С предложениями Ну это типа КПшки были сокращенные На самом то деле 19 августа Я пишу Спасибо за ответ Очень оперативно И профессионально Он не читает 22 августа Я ему Ну как бы Пересылают сообщения Все вопросы В данный момент Решаются сугубо Через него Пишу вопросик ему Он отвечает Через 3 часа Уже есть кто-то Из стримеров Ну блять Есть каша Наверное Есть наверное Пират Через который Ну не проблема Выйти Главное понимать Что Ваня готов Я ему пишу 23 Когда уже Дота Завершилась Думаю Слушай Даже Ваня Об этом Даже не знал То есть Я думаю Да Ну просто С Ваней Опять же Контактов Ваня Сто процентов Ваня И батя Сто процентов Согласили Сто тысяч Да Иди Сиди Садись Батя 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 Не от тебя Давай Одно Обращение То есть Иван Зола Это еще Одно Обращение Слушай Тебя Менеджер Получается Ну объективно Кинул На сто тысяч То есть Я пишу Человек Такой Сто тысяч Я готов Дать За игру В доту Два Там Даже Я вокруг Около Не хожу Просто Вот сто тысяч Он тебе Кидает И Идете Играть В доту Даже Без Меня Спокойно То есть И то И то Было Предложение На хуй А менеджер Просто Понял То что Он с этого Копеечку Не поимеет И хуй Забил Я первый раз Такого менеджера Вижу Ну очень интересно Да он мог В любом случае С этого Процента Он мог даже Ему озвучить Что ему Предложили Шестьдесят Те же самые Как Мазелов Да Дело в том Что диалог Бо сто процентов До этого дошел Я бы сто процентов Сказал Это не карта Иванзола Это не Донейт Альерс Иванзола Что это Какая то Хуйня Надо будет У него Спросить То есть Ну это Очевидно Да То что Менеджер Просто Не согласился Что то Дел Даже Переслал бы Эту переписку Бля В ахуе Ну это Человек Потенциально Меркантильный Просто изначально Он не заинтересован В продвижении Был как менеджер Ну это Бадабумчику Респект Хороший менеджер Хочу такого Что я сказал Число Последние дни сообщений Когда он уже Прошел Я пишу Что так Доки 2 Уже не будет По плану Ивана Ответил ему Сообщение Про Ну уже есть Кто-то из стримеров Он это просто Прочитал 25 августа Я ему пишу Что есть еще Там пара человек Он это тоже Просто прочитал Ну и я решил Забить Честно говоря Ну общаться С таким менеджером Вообще смысла не имеет Кем каша базарит Ответишь Сам Да Я уже ответил В принципе Спасибо большое Да Мы поняли То что этот менеджер Тоже такой себе Ладно В общем Перспективно Заинтересован В развитии Ивана Не Прямо Ну Ну Ты хотя бы Переписку Ну Он тебе дает Блять Деньги Ты на его деньги Живешь Ну дай ему Хотя бы 100 тысяч Блять За игру в доту 2 Ладно Все Спасибо большое Я дальше Да не за что Все Хорошего Стрима Тебе давай Бля Насколько же Не Леха Средний Конечно Средний Конечно Да Средний Человек Пиздец Блять Я в ахуе Дай бог Каждому такого менеджера Все видеоблогеры Вообще Они бомжевать Начнут Леха Средний Блять Привет И там Запрещенное слово Не вслух Блять Ну окей Я напишу тебе После стрима Блять Да ну нахуй Чувствовал Что какая то хуйня Недаром просил Блять Блять Ёб твою мать Блять Это прям хуево Я прям после Главное не забыть Ребята Напомните мне Модераторы Пожалуйста После стрима Мне напишите Прямо ультраважно Там Зайди Чекни диалог Короче Я пойму Уже сам добро Что такое Ну пиздец Полный Короче Я ебал Нахуй Все Разоблачил меня Иван Зол Все Карьера вниз Блять Упала Привет Каша Продолжай трансляцию И доначу тебе Вместо пачки сигарет Молодец А ты что по пачке сигарет В день курил Передаю привет тебе Не буду Ладно Спасибо Передаю привет Алексею из Москвы Желаю ему здоровья И счастья Привет Каша Пожелаю тебе И твоим любимым зайкам Блять Какие то Дебильные имена Я не буду их называть Ну там Прямо Около запретки Просто Привет Каша Прекрасно сегодня выглядишь Черный цвет Идет Тебя очень жду Кукингстрим Чтобы снова увидеть Тебя полный рост Целую А я планирую Кукингстрим С Дани Кашина Там Ну как Когда нибудь Когда он закончит Там свою неделю стримов И еще там Что такое Ну вот такой он Он всех сделал Маленький Привет Персик Го на полтора Скорости Посмотрим А потом посмотрим Артема Графа Менеджер Иван Золо Леха 69 Не вслух Не вслух Крикни громко Не вслух Крикни громко Это как блять Блять Я не понял Ладно Ну окей Посмотрим Что там Артема Графа На меня Пиздел Скиньте это пожалуйста Ролик модератору Вот про что говорят Про то что там Артема Графа На меня что-то там Въебывался Не понял даже сам Привет Посмотри Это Гай Иван Золо Ну после разбора Это посмотрим Привет Привет Володя Егору Передаю привет И как тебе идея В KFC пойти Не Не хочу Я Я последнее время Салатиками Всякая Такую хуйню Питаюсь Ребята Извините пожалуйста Но организму Мой полный Пиздец Давайте продолжим Смотреть ролик Выяснили в общем То что Менеджер Все исказил Всю переписку Исказил То есть Ну блять Смысл моему Топ донатеру Пиздеть То есть блять Нахуя Вот он хотел За 100 тысяч Поиграть с Иван Золо Не получилось У него Все Леха наебу Это Иван Золо Блять Вот сука Иван Золо Мне интересно Он уже Пожалел О том что Не Закорешился Со мной Блять Ему бы реально Нормального менеджера Дал Все ебать Подписываешь со мной Даже подписывать Ничего не надо Ладно блять Какого нибудь доверия У меня будет Все А тебе даю нормального менеджера Который тебе хотя бы На 100 тысяч Не будет скамить Ну Иван Золо Это же вообще Пиздец Кто такой Иван Золо Плюс ЦСКА или Спартак Блять Я вообще Я даже не понимаю Про что это Это футбол Волейбол Баскетбол Хоккей Блять Ну я настолько Мне такое не нравится Иван Золо Это в общем Не очень умный человек Какая сумма там была 100к Это от донатера Получается Это от донатера То есть сам лично Это не каша платил Да Ну как я понимаю Это человек Вот который мне написал Донатер какой-то Именно он и Должен был заплатить Эту сумму Хорошо Другие какие-то Предложения не поступали По поводу каши Верно Да По поводу каши Нет Конкретно не было То есть мне Опять же Конкретно писал Этот человек И Там были другие Какие-то Разбития событий Но перед этим Я еще поговорил с Ваней За он или нет Но там произошел Такой конфликт Скажем так Что каша Выставил там кружок Один свой телеграм-канал Иван Золо 2004 Раз Ебал Тебя В Хе-хе-хе-хе Это смешной кружок Ой, блядь Это смешной кружок Ну, объективно смешно 2004 Раз Ебал я тебя В жопу Хе-хе-хе-хе-хе Осуждаем Такого В общем Нашелся человек Который готов Задонатить 100 тысяч Тебе И 100 тысяч Мне За наш общий коллаб Блядь Вот эта хуйня Еще бесит меня В доте 2 Так что Я просто эти приколы Обожаю жрать Блядь Сейчас не найду В общем там прикол Такой изюмный был Снайки Специально У меня это У меня это в зубах Застряло Метнулся и разбанил Меня для обсуждения Микромоментов Фу Ну я собственно Это увидел И Ну Бросился писать телегу Какой же Ну Каша Отвратительна Себя Нет нет Все было не так Ты сначала написал То что Поговорить с батей И батя потом сказал Ну тут какое-то Неуважение к тебе есть И хуй забил На меня То есть записал Этот кружок Типа Каша Собачьей кличкой Пес Идет Что он делает Непонятно Зачем он плюется Я это Папе Моему скинул И собственно Я просто Хотел Чтобы он Вместо меня записал Потому что Я У меня уже надоело Потому что У тебя нет своего мнения Ты подстраиваешься Под своего батю Я сказал Батя Не делай с ним Никакого контента Зачем тебе эти 100 тысяч Там еще у Мазелова 60 заработаешь Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Я-а-а-а Я-яй-яй-яй-яй Отвечать в телеграме Ну что и как Почему... Любим Леху донатера Написали Лучший Спасибо большое За донат 250 рублей Эти 250 рублей Он не получит Но получит Вот Комплимент То что он лучший Привет Мой любимый Пупсик Каша У меня сегодня День рождения Поздравляю Митю Из Вологды Не вслух Что блять Мне сейчас Блять Ну мы можем поговорить сейчас с его менеджером Прямо давай слушай Ты можешь его в конфу добавить и мне в дискорде позвонить Просто Если этот менеджер хочет Прямо сейчас поговорить ну давай Поговорим по поводу обзора Можно чипсы спасибо Что сказал кто такой Иван Золо Скажи кто такой бодобумчик Чел который его юзает и хапится на нем Понимаешь Ну сейчас я готов конечно Подебатировать с менеджером Иван Золо Ура конфликт новый Вот позвоник Я в группу его никакую не буду добавлять Друзья не буду добавлять Просто ты Добавь меня потом в конференцию Хорошо Б Я сейчас лежу за дискордом Немного Все давайте пока продолжим не хочу с ним стоять я говорю же ну каша это раб никоглая просто еще бы хотел затронуть 1 раб никоглая да да есть такой ну есть так ну извините я раб никоглая есть такое простите меня о человека с круга общения каши это мазелла вот я знаю что соски мы же не часто общаемся вообще не общаемся тем недавно он тебя позвонил и осуждал себя на 60 тысяч рублей расскажи как это получилось я собственно я хотел сделать сама рекламу без менеджера со мной списался хисус он он это мне дал телегу мазелова он хотел чтобы я озвучил его концерт и я с ним списался и предложил ему сначала сумму 60 тысяч рублей откуда такая сумма родилась правда никто не знает сейчас я вдоль таблица время от времени смотреть дискорде что там пишет лёха донатер про лёху среднего и он согласился и в итоге что он мне прислал текст к ну как озвучить я собственно говоря озвучил я ему сказал сначала деньги ой сначала деньги а потом тебе и озвучу я собственно не понял что тогда я ну 20 или 30 секунд это озвучил а подожди то есть ситуация какова была он на стриме получается вы созвонились у вас был телефонный созвон да получается моменте телефонного созвона на стриме он тебе скинул текст и этот текст он сказал ознакомься с этим текстом прочитай его вслух ты на это повелся вот и зачитал полностью текст да и он после этого сказал мне все-таки какие тебе бабки не скину все давай пока он оказывается был на стриме а я не знал что это но мазелов на стриме потому что я не смотрю твич стою мне стоим вообще сейчас данный момент он сказал что все билеты сданы из города какого-то и в итоге мне ски а есть стример белая сторона интернета кроме зубарева есть кто-нибудь да вроде нет ржака и ну 350 рублей вместо 60 рублей то есть якобы 60 тысяч 60 тысяч а смысле билеты за на концерт отменился ну я не знаю не объяснил как так быстро все происходит то есть он у него есть концерт честно данный момент я не знаю есть и в итоге он сделал мой голос нейросетью нужно что такое все это сделать на концерте своем будущем который наверное будет в конце что ли этого года смотри так а ты полностью зачитал этот текст да а зачем ему тогда нейросеть я не понял они а сеть ему нужно чтобы чтобы сделать ну мой продолжительный голос то не до конца излучал нет возможно дополнительный текст нет там это можно не все эти все сама может сделать и все дополнительно сделать то есть готовят против тебя ну типа того ну по факту поступок не очень красиво понятно стало они по сути тебя за скамела с этой нейросетью надо пойти в суд и собственно потребовать от него но больше 60 тысяч рублей или вообще посадить тюрьму посадить тюрьму мозолова мозолова реально посадить тюрьму надо заслуженно я тоже там заяву напишу пойдем вместе в ментовку что-то придумаем нахуй напишем хули нет в гта 5 рп у тебя же есть менеджер почему ты занимался этим вопросом почему ты решил сам озвучить не скинул это менеджер но я хотел лично сам все сделать и в итоге не отдавать 95 процентов менеджеру своему знаешь меня обманули добавить наверно расскажу я в принципе просто скажем так за кадром с вами по до этого мы уже обсуждали что никакие такие работы вообще без меня лучше его не вести потому что ну мне в день таких штук 10 пишет там какие-то фэки там могут тоже написать я там откажешь я там сделал просто так вообще обычные люди написать и бладить там да с кем там разговаривали шелся диалог и так далее но никогда давание это не доходило потому что я всегда как говорится находил эту точку для него вообще редко что доходит и пение а здесь вышло так что ну ваня попытался сам хорошо попытался вань плоховато но мне кажется ваня хотел забрать себе проценте хотел забрать то есть не отдавать процент для он даже этого не стесняется прям посмотрите мои процент мои 60 тысяч в итоге сиди со своими 300 рублями твоему менеджеру и чисто все себя так вот мне дело не в этом просто я хотел попытаться сам все сделать самостоятельно да я понял но здесь такого больше не будет ох если я стою у тебя мазелов то я тебе пропишу с ноги в лицо понял затем в году осуждаем такое то наверно в gta 5 р.п. какую-то песню по моему сочинил бля ну вот опять же ван зола я понимаю роз вместе сергеем с не очень хорошим примером не очень благоприятном месте не очень хорошим стартер паком но блять от этого надо избавляться как минимум тебе ну либо тебе нужно накачаться чтобы быть дурой два метра как конь тимофане в gta 5 р.п. да либо нужно блять менять риторику не надо угрожать когда ты блять метр двадцать ростом и спичка угрозы осуждаем максимально осуждаем про меня и про ваню зола да да что нас пиратскую не он сидел вот так вот вода бумчик и вот это пиратская да там пиратский мотив пиратская а что как пиратская песня ну ты смотрел пират каипского моря там пиратская песня но там вроде такого не было что-то перепутал да я понял я знаю что недавно ваня ездил в питер и как раз таки в питере находится темная сторона интернета а именно а именно каша к приезжаете в пиздец пиздец светлая сторона интернета приезжайте в питер пойдем на думску иван золо иван золо прокатимся по амурина иван золо давай там все наши давай хорошие места дыбенко проспект ветеранов давай 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 ну в общем вся компания каша мазелов да мазелов он не сильно моей компании находится так то у него своя компашка у меня своя компашка было такое то что я приводил свою компашку ну какой знаете не очень понравилось но мазелов он же вообще в москве кстати я не вдавался подробности я особо за ними не слежу я собственно хотел записать фит с одной блогершей пишут мне какие-то там люди и собственно говорят что баня тебя хотят поставить типа мне много кто там переписал что меня хотят поставить я такой все списываю с этой блогершей и в итоге к ну сказал ей что я не поеду и собственно говоря что ну короче ничего из этого не получит и в итоге не доехала к ней на фит песни встретился или нет не встретился вообще не то есть ты вообще ездил в питер я ездил то есть ты зря съездил я не зря он леди баг посмотрел у нас ему понравилось да ты с отцом ездил так я так понимаю тебя можно сказать кинули на после съемки случайным образом черновиков иван золо я обнаружил видео с этой блогершей вани почему-то соврал на этом моменте и хотели подставить конечно то есть это вся компания каша тебя хотела подставить смотри вся компания мазелов ивангай как как подставить он реально думал то что ему котиков блять подкинули что но вот он бы записал короче фит это с девушкой и я бы пришел с чемоданом блять как бандит какой-нибудь ну ничего такого просто вы в кожанке такой иван золо вот тебе чемодан денег 100 тысяч рублей там мелкими купюрами и все блять кого подставить наху да и бать все дела бы мои на тебя бы перешли стал бы ты экстремистом гта 5 рп конечно конечно почему нахуя не понимаю как это подставить нахуй не ну чё реально я могу сделать блять по поводу вот этой всей ситуации как это вообще было опять второй раз подряд сначала произошел мазелов сейчас такая ситуация который я тоже вообще не знал то есть меня в этом говорит куда-то я даже этого не знаю тоже такой прикол конечно был но в принципе я кстати это девка ни при чем она даже не знала то что что-то будет кстати девушка не при делах ну и даже была бы при делах что блять мы же не планировали его там в лес вывести там в gta 5 рп что-то с ним сделал плохое конечно блять нет просто бы вот чемодан денег на 100 тысяч рублей потому что пока я тебя не могу написать потому что ты не очень любишь общаться с подписчиками я так понимаю у тебя в к ты можешь общаться только с теми людьми которые добавляешь друзьям в этом дело мне за пару дней до этого то есть ну мне конечно спамят в личные сообщения в т.г. и так далее то ну я уже привык к этому но я наткнулся на такое сообщение где было привет давай я тебе закину 20-30 к а ты привезешь ваню в питер от кого это было вот я не маньяк нахуй конечно дс чекни все дс сейчас конфуз создам окей вот все сейчас добавлюсь алё у вас микрофоны выключены ребята он продлевает время в ком-клубе давай подождем он очень хотел поговорить сейчас давай ему в т.г. отпишу сейчас в коммунальном клубе на вебке не выведу коммунальный клуб поддержки его назову ну да сейчас подожди объяснить о чем поговорить блять чё нахуй камском ладно ну сейчас он зайдет в любом случае ты можешь принципе пока я не знаю куда тебя маякнуть понимаешь донать тебе каждый раз чтобы ты услышал меня это такое ну да 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 известно с просто вот сейчас момент такой я понял давай можете т.г. оставлю куда-то тебе моментально пуш придет просто а нет давай ты просто микрофон выключишь и когда он придется включишь его окей давай давай я его послушаю хорошо может быть это фейковые аккаунты не коглая были конечно не коглая он тоже ну ладно не коглая мог действительно у меня блять есть дела поважнее ссоре если они готовы тебя свои стока отдавать для коллаба зачем мне блять отдавать 30000 что и чтобы ты просто питер приехал ну звучит даже как бред каша да за замуть ds на стриме просьба а ты не можешь выключить микрофон и просто когда мне тебе надо сказать или тебе написать текстом ну напиши текстом если там что то так а если он не готов говорить в общем но вокруг так около тогда давай пусть он пусть он сам скажет тогда так все я мучу блять но странно если вам по поводу своей работы решил там отстоять честь то почему отказываться говорить по поводу своей работы ну ладно блять то есть о чем нам о погоде с ним говорить блять об иван золо как он умный человек и что готов говорить просто не готов говорить ну ладно короче зайдет он сам скажет про что готов говорить просто не готов говорить хорошо ладно в общем включить микрофон скажешь когда там что никогда и связан с кашей а может быть ну это эти фейковые аккаунты есть никакой блин у тебя уже конечно шиза пошла алексей алексей ты тут алексей здравствуйте алексей номер один алексей номер два прием с микро он жалуется на микрофон проблемы с неполадками технической шоколадки если что я так смешно пах и орать так вот и сказал иван золу по поводу 100000 который предлагал лёха донатер смотри попадаете этой темы мы с вами уже говорили ну смотри такими темпами если подумать он это и на видосе разоблачение говорится увидим все это но отказался за 100000 играть в доту 2 можно и так сказать ну а ты говорил то что это человек от каши то что скорее всего там это конечно конечно я могу давай блин я просто этого точно не помню сейчас давай открою переписку с вами я не помню когда это говорил можно это было и поперебить сейчас ключевый совачек а ты бы взял процент с этих 100000 рублей с этих 100000 да ну а как бы я с ним взял если бы по итогу вы бы сами с вами напрямую говорили но даже озвучил я даже озвучил что только через тебя связь каким образом мы бы прямой вышли ну смотри вот по поводу почему связь только через меня потому что каких-то моментах там ваня может чего-то там не понимать это я думаю так понятно но как бы аккуратней да 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 менеджер ну можно тебя просто буду называть менеджером иван зола в общем менеджер иван зола ты понимаешь что ты сейчас стримишь способником террористов в gta 5 rp то есть ну как ты к этому относишься то есть он идет исключительно ладно волчу так сейчас я почти пошел хорошо переписки вроде да это вот от человека второй человек беседе лёха донатер и лёха средний вот лёха средний видео а лёха донатер это тот человек который хотел задонатить 100 тысяч мне 100 тысяч рублей иван золу за одну совместную катку просто даже не более потому что я свои деньги не хотела давать чай лёхи скинул в тг скрин я пишу камни это давай закину это в ds в конфу правильно или нет что ты мне это скинул для чего то есть я то прочитаю смотри вот давай я зачитаю переписку как у нас переписки это было я ему позвонил поднял время мы решили написать говорю каши мне написал 100k готовы заплатить ваня мне ничего дай ты нет тебя же каша не писал я тебе написал да да ну я ему сузил круг как говорится всего и ну и сказал о том что готовы заплатить вот но здесь больше тела не в деньгах как бы ваня не совсем понимаю то сон говоря не совсем сильно понимает по поводу того что ради чего вообще происходит вот и он такой оля человек что он обиделся на кашу пусть значит как-то сам извиниться и тогда ну а что это за обида которая лечится 100000 рублями она возможно даже 100000 и не лечит почему я зашли цене как говорила 100000 рублей смотри 100000 он тебе говорю о том что провести один стрим один стрим но по поводу того что у него очень сильная обидка на тебя у меня вывели аж это неловко стал по поводу чего нас за что он на меня обиделся этот иван за то что никакой подключил так ну и после этого он сказал 100000 тебя и все и продолжаем дружить общаться но это батя ему скорее всего сказал передал вот кстати по поводу ситуации кроме того сказал я не знаю скорее всего даже когда это голосовое зачитывал но очевидно то что текст ему писал батя он не пользуется иван золото знаешь он не пользуется фразами как заработная плата то что они сидят на жопе ровно и и зарабатывают миллионы смотри попал до этого кстати прикола ну я думаю ты и многие остальные видели о том что думаешь там посты ваня в тг пишут какие-то другие люди но сам-то прикол что у вани я не знаю как это даже объяснить не аля черта такая а он реально сам на своем планшете уходит с планшет во вторым своим и на планшете пишет заметках свои мысли то есть а ты при мне было там насколько я помню какое-то длинное даже сообщение по поводу тебя он сам писал на планшете пока уехал минск с москвы то есть я правильно поняла спасибо же кружок там где который даже кружок который записывал батя это тоже дело ван золо просто с маской но очевидно то что батя это же имеет доступ к этому телеграм-канал как минимум физически и как минимум писал ему текст внутри ван золо не пользуются такой фразы как заработная плата он не знает что заработать он ее сказать не сможет написать то может смотри вот по поводу батя я с вами говорил то есть после того как все это произошло и говорю а как ну батя получилось так что записал кружок в твой telegram он ответил на то что они этот вопрос я даже лично папе ему задал о том что ну типа как так получилось на что мне его отец сказал о том что ваня говорит что все я не хочу пляж на кури пожалуй чего говорить хорошо сказал о том что вы говорим ингаляция это плохо я понял 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 хорошо вот сказал короче о том что блин я ваня говорит вать о том что я не хочу никак больше посвящать этому время как-то убиваться над этим и так далее его батя записал кружок в тг еще такая прикольная фигня что мне его вать говорили даже о том что он и ну то есть папа его низова и мама внизу оба удалили вообще telegram у себя потому что у них там неоднократно скажем так возникали конфликты со своим сыном по поводу по поводу всех его действий так далее ну по поводу рекламы котиков ты про это можно и так сказать ну а сам ты вот вопрос такой ты считаешь ван золо умным умным да блин конечно смотря что имеется под виду но не вокруг не около он умный человек разумный ну блин я бы сказал я не знаю ты общался с ним я так понимаю в не камеры и так далее я общался я ему полчаса объяснял как кликнуть на дискорд смотри каза были что он умный всего того что менеджер я скажу что он умный но если бы я не был менеджером а человеком который просто знает там общается с вами и так далее блин я бы сказал что это больше человек который очень во многом загоняется из-за которого мне реально жалко в моральном плане ты не сказал напрямую ты вокруг и и и около иван золо умный он имеет 116 iq блин имеет место 16 давайте даже прикол про это расскажу ты видя вот этот ролик я даже перебивать не хочу тут настолько интересно просто женская меню я думаю я думаю что ты увидел тот ролик детектора лжи или как называется с ваней который по даборчикам канал шоу вот и самый прикол что я стоял за кадром я видел как он сам это проходит потом мы приехали домой и начал докапывать вами ну то есть исключительно паров о том что ты запомнил ты запомнил ответ я говорю два еще раз один тест и там уже было 120 чем-то iq я не знаю можно ли как-то он выучил ответ он помнил ответы но не помнил как и что он смотрел смотри его начал спрашивать как и я ну чел я у него лично спрашивал как ты решил этот пример он говорит у ну там что-то там он даже не понимал то что нужно искать закономерности в двух первых примерах и сводить это к третьему здесь ты прав но как он не сам прошел сто процентов то есть ты согласен со мной то что иван золо он не очень умная скорее даже глупый не он далеко не глупый это правда потому что многих ошибок и наличем разбираться в чем он умный смотри как минимум я принимаю человека умного если он умный это в том плане что если он как-то может выразить свои мысли с этим конечно проблемы есть но все же они если с ним живую пообщаться я тебе могу хоть и слова дать о том что это реально хороший и я с ним общался еще раз повторю я ему полчаса я ему как кликнуть кнопку мы заболели я тебе говорю не про вообще сферу если вообще просто жизни пообщаться и так далее увидеть его с другой стороны с другой стороны как человека именно поэтому я смотри я не могу судить по тому как он в интернете лишь потому что я знаю его лично я знаю лично какой он человек и но сколько времени я там с ним провожу то есть когда он тот же министом приезжает на неделю это 24 на 7 этом с вами там проснулся забора ваню там поехали похавать поснимать и так далее потом обратно завести там покататься что-то по городу херней пострадать и так это все протекало и ну скажу честно до этого смотря на камеры я не знаю лично ваню я думаю что ну тро чего какой-то и так далее но после того как я принципе с ним пообщался в моральном плане это как-то но по-другому все выливать и ну я сам по себе может такой человек а то понятно понятно ну все таки ты боишься сказать про иван золото что он не очень умный потому что думаешь потому что после этого ты перестанешь быть его менеджером а у него есть кто-то в круге общения кто может его как-то конструктивно критиковать критиковать блин есть люди которые не как вы просто говорят ему то что иван золото сам умный ты самый лучший ты особенно только в хорошем плане и так далее смотри по поводу того у меня неоднократно была такая фигня что я могу там позвонить ваня там что-то спрашивает он да он там какую-то херню там пишет что-то начинает гнать на лады и так далее и вот тоже фактор такой вот я сейчас рассказывал о том что типа там сдружились и так далее и мне от этого легче ему говорить просто в глаза как все и есть ну то есть по телефону как глаза и демократно ему и не один раз говоришь шубань что ты там за херню девушь и так далее это не один раз было тут уже проблема в другом что просто надо как с человеком вообще хорошо хорошо я думаю зрители поняли тоже поняли что вокруг да около почему ты так говоришь не говоришь напрямую то что да умный потому-то потому-то или смотри по поводу потому-то или нет ну давай уже на следующую тему сейчас опять вокруг да около в воду просто будешь лить ты говоришь то что ты берешь только 15 процентов как стандартный менеджер да смотри я беру в определенном моменте 20 в определенном 15 рекламы у меня 15 и то с рекламы у меня а как так вышло то что кружок у для иван золо стоит 5000 рублей а в общем с тобой 15 тысяч рублей он никогда не стоил 15 тысяч рублей я тебе а как откуда у тебя вообще типа ну вот как раз таки этот человек который делал якобы разоблачение он же купил кружок сначала писал ван золо 5000 это стоило потом ты написал или какой-то другой менеджер это стоило 15 тысяч для смотри по поводу этой ситуации с вами у никогда в жизни не говорил никогда по поводу второе 15000 я не знаете он взял такой ценник это ценники есть такие за рекламу но никак не за кружок кружок я могу открыто сказать что мы если там какая-то нативная римма мы так далее мы можем сделать их за 3к максимум ну да это что-то много а вот за голосового сообщения 60к норма смотри давай про это я тебе тоже объясню почему 3к там полтора к и так далее потому что запросов очень много ваня сейчас учеба и как бы это странно не звучало для меня того же это до сих пор огромный вопрос как так там получат что учеба стоит выше вообще всех его говорится планов развития себя как человека и так далее вот но за кружок я никогда и не правы не буду свыше 3к оставить нет никогда перевести ты сделаешь кружок сделать кружок ну смотри еще такой вопрос по поводу кружков там есть какая-либо цензура то есть ты говоришь кому можно передавать привет и кому нет просто мне скидывали кружки я показывал их на стриме как он передает привет с ватером с камерам до этого попал до этого расскажу вот даже такой вот секрет по поводу твоих же вопрос по поводу рекламы и так далее реклама идет не от меня да я там могу подогнать ваня там и рекламы там три но это это максимум не знаю сколько я делал моя задача больше в другом стоит но по поводу рекламы и так далее есть еще один человек у вани который сугубо по телеграму занимается рекламой и он кроме меня так же продавал кружки и так далее и от его после чего этому ванне звонил как говорится и пизды давал его бате там показано что опять вышло да 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 и и и по итогу что второй чувак продал такой кружок и после этого я писал ему говорил о том что два этом бабки назад вернем и там чувак там удалит будет это юзать так далее но как говорится не дошло согласен но кружки я никогда ну таких ценников нету и не было насколько знал делал за 300 рублей и за бесплатно кружки для тех людей которые скамят сватят ну и в общем заниматься чернуха лютой передал кружки желал желал приятной работы с камерам и так далее вот по поводу этого это какой менеджер согласился это тоже от бадабум чека менеджер не не нет а второй есть менеджер друг степанова а если сейчас его сюда позвать ему что скажет он не не скинет на тебя опять же это ну тут на меня нечего даже и скидывать ну просто как-то странно у него другой сериал бадабум чека сюда притащим и что до бадабум чека я честно говорю с с ним не очень не хочу говорить что он будет мне не о чем у нас ничего между ним нет прошел спроси там я если влада ты хочешь уточнить я могу привести его сюда это надо но давайте тогда на следующий стрим завтра я поговорю вместе с бадабум чека мы с тобой с менеджером и также можно позвать этого менеджера который как вы говорите ответственность за все проемы то есть ну крайнего козла отпущения можно этого будет пригласить в общем я думаю мне передаст по поводу козла отпущения такого в принципе не бывает смотри ты сейчас говоришь вот крайне вот так как бы это не бадабум чека не я не говорю о том что это крайне чоките говорю о том что ну есть там чуваки это его там проем до вышел но с кем проебов не бывает там мне я лично видел кружков пять или шесть он передавал привет и буквально ну вот всем людям которые заниматься чернуха на больше не знаю кто там еще ну бонус хантером нет передавал ладно кому еще он мне передавал передавал с камерам котики с ватером блять доксером да всем передавал ну правда хватит да слушай давай еще может на следующий стрим и лёху возьмем то что я так понимаю не сказал многое о том что хотел ну да давайте это завтра уже решим что да как ладно спасибо за консультант спасибо что можно чату одно слово сказать давай я сигму не умею делать хватит просить сделать пожалуйста завтра поговорим очень сильно занялись таки бадабум с бадабум чекам там спишемся попиздим я после стрима прямо отвечу напишу да интересно что бадабум чек скажет по поводу айки ивана зола ладно попиздим попиздим потом как мне нравится слушай сладкий пиздеж а также смотреть обсасывание конфликта да это блять всем нравится можно чипсы конечно можно ешь привет кружка первый раз до ночи у чего хотел сказать у меня кем встретил однажды в метро зола он был с матерью так вот ситуация она достает чекушку водки глотая с первого раза и кидает на железные пути кружку но это я сомневаюсь то что это правда я видел роли как иван зола пытался вскрыть автобус вот так вот руки подставлял кого как автобусу короче вот если скинут этот ролик час модераторы его прямо сейчас покажу вот это telegram манушные скиньте как он пытается открыть вот так у того вскрыть автобус короче tracks National пытался хуй знает вот если модератор час кинут этот ролик будет забавно посмотреть привет куся славность 3 получается что за секс на донатере сидит. Лёха Донатер тоже ничего такой. Да ладно. Захвалили. Всё, ребята. Чего такими добрыми стали? У меня обычно какой-то челик появляется на стриме и всё, вы сразу хейтите его. Уже всю квартиру продал. Чтобы задонатить Иван Зоу, осталось лишь стул и компуктер. Да не, он в общем такой богатый челик, я думаю, по нему видно. Ухоженный сидит, прическа Дэнди, блядь. Ну вы сами понимаете, там минимум два компендиума выиграл. Каша приветствовал, который вчера стримил и говорил твой ник. 100к, до сих пор стримит на Твиче. Вот зайди, порадуй его. А, это на Твиче он, блядь, стримил. Я на Ютубе искал тогда, блядь. Ну я не очень умный. Просто нужно звать завтра Никоглая или нет? Устройте вопрос просто. Прошу, не надо. Ну устройте вопрос сейчас. Звать Никоглая, либо не звать Никоглая завтра на трансляцию. Вот просто интересно. Надо, не надо? Днем рождения, кстати, да, поздравляю. Устройте вопрос, пожалуйста, модератор. Би-би-би-би-би-би-би-би. Звать Никоглая. Завтра на завтрашний стрим. Там, где будет бодобумчик, менеджера 2. Большинство хотят. Извиняюсь, я выбираю большинство. То есть, я понимаю, адекватно в основном аудитория не хочет Никоглая. Но, в общем, ладно, позову. Позову, конечно же. Так, все. Продолжаем смотреть обзор. Ваня, этот, голосовуху оставил. Вот, что, типа, я все знаю, мол, там, типа, против меня заговор и так далее. Короче, лети в черный список, вы там, типа, с Никоглаем что-то там задумали, чтобы меня поставить на студию. И все, и я в блоке. Ваня, ты заблокировал? Ну, да. Сразу. А откуда тебе эта информация, что что-то готовится? Мне прислали информацию кашиные друзья. А кто это? Ну, возможно, это кашиные хейтеры были. То есть, смотри... Возможно, челики просто, но это же совпадение. Типа, вот он приезжает в мой город. Ну, как в мой город? Город, которым я живу. Ладно, ладно. Я настолько зазнался, я не считаю Питер всем своим. Ну, только плюс-минус область 10 тысяч километров вокруг. И все, вот максимум. Вот максимум. Ну, Лена область, ладно, считаю своей, но не Питер. Так вот, по поводу того, что там, кто-то рассказал, что тут, блядь. Скорее всего, ему просто наспамили, у него проблемы с этим есть. То есть, ему кто-то пишет гадости, он сразу думает, что это я, либо не Кагла, и все. Другого не может просто школьник это написать. Кашиные друзья равно кашиный хейтер. Ну, да, да, у меня такие, знаете, закадычные друзья, которые мне желают всего плохого. Получается, со стороны каши что-то готовилось, вполне возможно. Какая-то подстава. Бу в душе, если честно. Мне просто вот, Ваня оставил голосовое, даже мы не смогли, то есть, как-то договориться, ничего вообще, просто сразу в ЧС. Я даже не поняла, откуда информация. То есть, со мной никто не связывался с той стороны. Ну, как бы, и смысл. Просто даже, если бы мучилась какая-нибудь фигня, то есть, меня об этом не известили точно. То есть, они спокойно могли припереться на студию, даже мне об этом не сказав. Понимаешь? Ну, да, да, неловко, конечно, получилось то, что там подставили, но вроде уже разрулили. Я потом списывался с этой девушкой. Ну, вот, когда так получилось, то, что мы ее подставили, то есть, там, Иван Зло подумал, то, что она там вместе со мной не коглаем тусит и так далее. Но я ее, бля, вообще первый раз видел, просто узнал то, что он в какой студии будет в какое время. И решил ему тогда столько отдать, а Иван Золот вообще подумал, блядь, про какую-то жесть, я хуй знаю, что у него. Ну, я не будешь на него в голове, но он думал то, что там я приеду с какими-то бандитами всерьез, блядь. То есть, блядь, прям хуй знает. Да, ну вот. Я предлагал, типа, там, хочешь хайпа немного, хочешь про рекламу, у тебя запрос, так, она отказалась, типа, да пошел ты нахуй, вообще. То есть, это, вот, неловко с ней вышло. Ну, я предлагал ей помощь, и денежную, и в плане фейма, и так далее. А ты общаешься с ними? Да нет, конечно, ты там видел мой актив и их актив. Я понял. Поэтому, я вообще не в курсах. Хорошо, все, передали Ваню. Ну, это, кстати, полный пиздеж, блядь, ебать. Я не общаюсь с людьми, только, которые плюс-минус такие же по фейму, как и я, блядь, ну, че за хуйня. Я с Бига стримил с Челиком, там, где у него было 50 онлайнов, блядь, это, это полный пиздеж, пиздеж, конечно же. Блядь, это, полный бред, это полный бред. Все, тогда давай, пока. Все, ладно, Вань, давай, пока. В любом случае, даже если, правда, что-то готовить, мы в любом случае это не узнаем. Но, ну, я вот сейчас говорю, вот, сейчас напрямую говорю, да, хотел отдать 100 тысяч, не более, не более, блядь, я не знаю, там ничего не было. Я теперь, там Сергей же еще был, вас двое, ёпта, я метр 70, че я сделаю. В общем, у тебя по факту сейчас нет таких прям четких аргументов, чтобы обвинить в этом компашку его. Ну, вообще идеи нету, чтобы был бы со мной и с ней. Самое подозрительное, то, что вряд ли бы аудитория писала бы просто так насчет какой-то подставы. И мне писали... Ну, откуда эта аудитория знает? 100% они писали просто в прикол, как, ну, я не знаю. Ну, писали бы, да, то, что прикол, не едь в Питер, там живет каша. У нас с ним конфликт. Вот он едет в Питер. Ясен пень, они там будут писать, все, каша тебя там найдет, в GTA 5, ясен пень. писала, это бред какой-то. Просто в любом случае есть какая-то закономерность и, но мне с другой стороны опять непонятно, как так произошло, что кто-то куда-то поехал, куда не надо, не сказал мне вот. Но, блин, если мне писали, плюс еще есть какая-то такая инфа проскочила, эти два фактора как-то показывают то, что, скорее всего, что-то и было. Поэтому, блин, вывод надо делать... Да нет, аудитория может и просто так писать, блять. И она может быть, она может и просто так шиперить и просто так организовывать конфликт, о том, что-то думать в своей голове спокойно. Это же аудитория, она живет своей жизнью. Она видит от стримера какой-то момент, без контекста, вырезает, вставляет, блять, свой контекст и так далее, блять. Там столько, блять, и фейков про меня живет, ну, короче, сами знаете. В любом случае. Ну, блин, по поводу того же каши, если вернуться к этой теме, в любом случае, если он каждый там, я не сижу там за кашей, за его стримами, но, блин, постоянно в ТикТоке нарезки, одни нарезки, не с кашей, а где именно каша с Ваней. То есть, в любом случае, здесь понятно, что он будет на этом хайпить, выкатываться и так далее. Вот, ребят. Ну, да, 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 я поднялся только за счет Иван Зола, то, что до этого была эта хуйня на накрученные зрители и ничего с этого не получал. А только вот YouTube и Twitch, насколько вы знаете, они платят только если на стриме был Иван Зола. То есть, сколько у тебя зрителей, столько тебе в секунду долларов капает. Так это и работает. Каша пустил своих, собственно говоря, хейтеров. У моего папы, собственно говоря, Грика, точка заблокировалась. Что, блядь, в чем он меня обвиняет? Вот и так далее. Вот, ребят, каша пустил своих, собственно говоря, хейтеров. У моего папы, собственно говоря, и карточкой заблокировалась, и кто-то под мою железную дверь записку впустил какую-то. Бля, ну такое я максимально осуждаю, нахуй, ну, это, возможно, даже не хейтеры, а просто школьники. Типа, каждый может, школьник, позвонить и так-то в Сбербанк, то есть, и сказать просто код на карточке, и сказать то, что вот я нашел карточку, заблокируйте ее. Либо представить собаки и так же сказать заблокируйте. Такое я максимально осуждаю, как бы, интернет жизни, это интернет жизни, а зачем в личное пространство внедряться, я не понимаю. Ну, тут понятно, тут очевидная провокация, просто. Пикни Пуджа, не очень умный 2004, каша бог, и написано от каши. Блядь, очевидно, нахуй, конечно, мне Иван Золо не поверит, но очевидно, нахуй, то, что этот сделал, блядь, ну, не я, как минимум, или не с моей подачи. Я, я такое нахуй максимально осуждаю, блядь. Такое вообще осуждаем, блядь, за блокировка, сваты. Блядь, с другой стороны, конечно, Иван Золо такое одобряет, и по факту лучше бы стал, как с Екатериной Мизулиной, то есть, он ее поддерживал, сам вот этих строгих правил пострадал, но все равно, мы такое осуждаем, не одобряем, такого не должно быть. А, я думал, что тут подъезд фотографирован, тут какая-то мука, сахар, блядь, пудра какая-то, что это? Это дорожка, про которую Иван Золо шутил еще 3 года назад. Непонятная. Ну, блин, вообще, может, Ваня как-то не может больше все это охарактеризовать, но суть в том, что... Блядь, я, конечно, понимаю, это плохо, то, что там к Иван Золо нахуй внедряются в жизнь, я понимаю, это плохо, это хуево, но, ребята, вот, чисто мем без контекста. Иван Золо приехал из Питера, его можно найти по следам. Вот, я понимаю, это плохой рофл, нельзя так, это нельзя так, нельзя так, все, осуждаем, но, блядь, Иван Золо приехал из Питера, реально, вот, нашли по следам его квартиру в GTA 5 RP. Блядь, я понимаю, все, 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 осуждаем, не делайте такое, не, серьезно, серьезно, я сейчас говорю, это на полном серьезе, не для отвеча, не для каких-нибудь правоохранительных органов, там, просто говорю, реально, блядь, не стоит. Даже, какому-то человеку, который, ну, по вашему мнению, заслужил, это нет, нихуя, чуваки, вы еще, с ума сошли, блядь, но это полный пиздец. Ну, блин, вообще, может, Ваня, как-то не может больше все это охарактеризовать, но суть в том, что мне постоянно пишут, там, минимум, раза два в день, скидывают полный пробив, то есть, Ваня, номер телефона, адрес проживания, прописки его родителей, ну, и все номера, то есть, с вами говоря, вот, как... Ну да, вряд ли Иван Зола соблюдал чистоту в интернете, да он сам свой адрес всем скидывал, типа, ну, он не сильно его скрывал, насколько знаю, он менеджером своим, типа, говорил приезжать и вот ко мне домой, то есть, у меня была такая инфа, блядь, то, ну, прям писал свой адрес, и писал про то, какие-нибудь болячки есть, но, в общем, он это не сильно раскрывал, нам тоже такую хуйню кидает предложку по поводу Иван Золы, да, ну, я такое тоже осуждаю, блядь, это вообще статья распространения, нахуй, ну, блядь, это вообще пиздец, с другой стороны, опять же, Иван Зола это поддерживает, то есть, он говорит, там, и с ватером, и с камерой, и так далее, там, желает ему удачи, и побольше всего, то есть, мы такое осуждаем, ну, блядь, да все равно неправильно, нахуй, ребят, неправильно, блядь, не делайте так, блядь, ну, нахуя вам, что вам это даст, блядь, в чем прикол, в чем мем, ребята, это не смешно, нихуя, вчера, то есть, это вчера вообще случилось, то, что у его отца заблокировали карту, то есть, если, ну, это, блядь, сделал не я, опять же, понимаю, там, Иван Зола уже надумал, ага, ага, блядь, вместе с Мазеловым, дальше они поехали к Никоглая, после этого поехали к Моргенштерну, потом к Сплитике, так, ага, темная сторона объединяется, так, воссоединяется, ага, ага, грядет стычка, значит, с ними, надо всю белую сторону объединить, типа, надо поехать к Зубареву, потом т.д. и т.п, блядь, ну, ребят, не, не, серьезно говорю, вот эту хуйню, то, что там просыпали, что-то написали, нахуй, рядом с дверью, ну, я говорю то, что эти люди, которые так сделали, ну, они долбоебы конкретные, я понимаю, там, школьники, типа, ага, смешно, а тогда, не, нихуя не смешно, вы конкретные долбоебы, Иван Зола, такой плохой негативный персонаж, то есть, на которого все пускают хейтера, зачем просто тогда, его трогают, просто отстаньте от Вани, не смотрите его на резки на стриме, если вас так раздражает, просто ограничьте, я не понимаю просто, каша в том плане, если он на каждом стриме его, ну, смотри, вот, про то, что, если тебе не нравится контент, не смотри его, хейт контент и трэш контент, это тоже контент, понимаешь, это тоже заполненная хуйня, и, какую реакцию он вызывает, ну, извини, блядь, ну, в интернете, я имею право, вот, если мне ролик не понравился, поставить даже дизлайк, написать комментарий, что мне не понравилось, и всякое такое, то есть, если ты не готов к этому, то он, ты не должен, вообще, в какую-то медиа сферу идти, обзывает, как-то называет слабоумным, да, блядь, я, никак его не обзывал, если бы я обзывал, с этой стороны именно, говорил-то, что он не очень умный, по таким-то, 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 и угорал бы над этим, меня бы твич забанил сразу же, сами понимаете, какие тут правила, я не имею права это делать, я бы делал, но не делаю, если бы не стремил на твич, тогда почему он продолжает его смотреть, потому что это ему выгодно, потому что он от этого поднимает свою планку, потому что это зависть, потому что я завидую Иван Золу, да, я смотрю его ролики, потому что я ему завидую, блядь, а чему именно Иван Золу, ты знаешь? А зависть она такая, он тебе завидует, да, но непонятно пока чему он завидует, а, ну пока что не понимаю, ну все, понял, потом станет понятно, я тоже пока что не понимаю, почему завидую, И завидую ли я вообще, но потом станет понятно, завидую я или нет. Ну, в любом случае, типа, каждый раз, на любой аргумент, даже всё, что сейчас было в этом ролике, они всегда смогут отб***ть лишь потому, что у них есть аудитория, которая, как говорится... Я даже не понимаю, в чём разоблачение? Вот уже подходит конец разоблачения. В чём, блядь, разоблачение? Не, честно, я сижу, я не очень понимаю. Что такого? Разоблачение в том, что я хотел встретиться с Иван Золой и дать ему 100 тысяч? Блядь, ну это прям, это дно, блядь. Ну это вообще, это, это марианская впадина, это кошмар, блядь. Это, это прям дно айсберга, блядь, это вообще пиздец, ой, блядь. А, конверт там есть. Да я думаю, блядь, он пустой там, хуй знает что там. Типа там откроют и там написано, каша это ты, не очень умный. Всякая такая хуйня. Думаю, блядь, конверт пустой вообще. Привет, каша, лишаю доната невинности. Я, кстати, спросить хотел, что надо делать, чтобы феймить свой канал и продвигаться. Ну, блядь, сейчас продвигает в основном тикток. Ну, там и аудитория такая соответствующаяся, фастфудная аудитория. Я тебя люблю, могу смотреть на твою лысину часами и понимать, какое ты уебище, ебаный. Спасибо большое за оскорбление. Первый донат, я хочу спросить советовую. Влюбилась в одногруппника, знакомая очень мало, общаемся не очень часто. Что стоит делать? Блядь, ну сначала стоит нормально общаться. Вот как ты без общения поняла, что он тебе нравится? Чисто внешне? Ну, это какая-то животная хуйня, выбирать себе партнера, только на которого у тебя хуй встает. Ну, это вообще дебилизм. То есть, ну, ты потом расстанешься с ним, это 100%. Если выбирать тупо по внешке. И нужно выбирать человека, в которого ты один раз влюбился. Нужно выбирать человека, в которого ты готов влюбляться в каждый день. То есть, он тебе подходит как и внешне, так и внутренне. В основном нужно, конечно, стать, то, что будет подходить внутренне. Потому что внешность, красота, она уйдет с годами, 100%. И у парней, и у девушек они в уебищ превратятся. Так что нужно искать вот именно внутренне. Признаться, боюсь, потому что слишком не уверена в себе. Ну, в общем, встречаться с одногруппниками и одноклассниками довольно-таки глупо. Нужно, как минимум, расширить круг общения. И найти, как бы, подальше от твоей зоны комфорта, если так можно назвать. Извиняюсь, что... Такую фразу... Сори, кринешь, кринешь, кринешь сразу встал. Ощутили кринешь? Да, извиняюсь. Так вот, нужно искать того человека, с которым ты не будешь потом видеться несколько лет. Большой шанс, что вы даже если начнете встречаться... То есть... То вы расстанетесь. И вы будете, блядь, в одном месте сидеть. Вот это охуенно будет. Если он, особенно, с другой одноклассницей, с твоей подругой начнет встречаться, это вообще класс. Не надо, блядь, рушить свою учебу и карьеру. В общем, из-за какой-то там... Ну вот, мне понравился парень внешне, все. Ну, это дебилизм. Я бы на том месте расширил круг общения и просто нашел бы парня, который больше понравится. Блядь, да даже для девки не обязательно расширять круг общения. Просто выкладываешь свою фотографию в любую соцсеть. Там тебе сразу будут писать все парни. В основном, конечно, это будут писать дрочеры, ебанутые. Но есть шанс. Ваня, кстати, спасибо за это. Ненавидит Ваню. И ребята это так разгоняют все в свою сторону, что, ну, Ване никто не поверит лишь из-за того, какой у него образ. Какой у него образ сейчас. Насколько я знаю... Ну, откуда у него такой образ? Давайте-ка посмотрим. Просто хотя бы на канал Бодобунчика. Что у него с образом не так? Иван Золо проходит тест на IQ. Опять же, ну, просто проходит тест на IQ. Там нету никакого двойного смысла, никакого, блядь, никакой обертки, да. То есть, ну, просто проходит тест на IQ. Никто не намекает, что он глупый. Иван Золо против хейтеров. Хайп на слабоумии. Ну, опять же, белый чистый ролик. Вот почему его воспринимают как прикол, даже не знаю. Даже не знаю. Ваня в жизни, он, по сути, такой спокойный, добрый парень. Если вы меня так ненавидите, или же так негативно, ну, меня смотрят. Вот эти, со всякими, ну, матерными словами. То давайте встретимся и обсудим, ну, там, важные моменты вживую. Так я же хотел, чтобы встретиться. Ты же сказал, что всё. Если там связано как-то с каши, то всё. Ты ливаешь... Ты не то, что не приходишь на встречу, ты уезжаешь в другой город, ёпта. А если я в Москву перееду, что ты будешь делать? Дружно всё делали там. Дружно делали контент. Дружно делали контент, только ты пару минут назад говорил, что ты Мазелова готов с ноги избить или что-то там. В GTA 5 RP. Или как-то угрожал. Наверное, даже не касались друг друга. Но всё же в этом конверте. Я подготовил для вас очень жёсткий материал. что больше я вас щадить не буду. Что бы ты сделал, если бы ты встретил кашу вживую? Ну, слушай. Я бы просто с ним поговорил, ну, чисто по-мужски. Ну, там. Не оскорбляя человека... То есть никаких бы драк бит не было бы, да? Ну, провоцирует сейчас ясен пенел. Провокатор тут сидит. Давай, напиздинай кашу. Плюс фэм, плюс фэм. Мой ролик взлетит в тренды. Давай, напиздинай кашу. Я, конечно, не провокатор. Но на твоём бы месте я бы въебал ему и обоссал. В GTA 5 RP. По-мужски бы поговорил. Ну, это быдло хуйня, конечно же. Это ему от бати досталось. Мы такое осуждаем. То, что там выйти, с кем-то поговорить, блядь. Фантастика, нахуй. Если ты хочешь нормально поговорить, блядь. Вот даже без... Вот того, чтобы это выходило куда-то наружу. То, блядь, ну, просто напиши мне в контакт, Иван Золо. А то я сейчас не могу писать. Добавь мне в ВК, поговорим, блядь. Если ты хочешь действительно поговорить. Если ты хочешь лично встретиться, окей. Только нужно будет заранее выяснить, один ты будешь или нет. Но в любом случае, я приеду с челиками. Если ты будешь один, они уедут. Потому что, ну, хуй знает, ну, хуй знает, правда, Иван Золо. Хуй знает. Ты мне столько раз угрожал в GTA 5 РП. На, это, конечно, плохо. Заебало сильно на работе. Сегодня сижу и смотрю на резку с тобой. Будто ты мой друг. Спасибо, мужик, ты крут. Да не за что. Теперь я больше, чем друг, брат. Я тебе отсосу, Антон. Не. Абсолютно человеческий разговор. Я не хочу суетиться, ну, там, суетить народ. На стриме, кстати, каши было такое, что каша делал мне что-то такое непоятное, как джага-джага. Уважаемый каша, ну, там, суетить народ. На стриме, кстати, каши было такое, что каша делал мне что-то такое непоятное, как джага-джага. Уважаемый каша, ты, собственно, понимаешь, что тебя дети смотрят, и потом, знаешь, они в тебя превратятся и будут таким же, как ты. Ну, и, собственно, они будут будущим неадекватными, и, собственно, не будут слушать родителей. А родители это святое. Сейчас я понял, что был неправ. Это просто, это, это, это тост на свадьбу. Давайте выпьем за то, чтобы дети не были как каша, и родители это самое святое. Дзинк! Детское шампанское только одобрям, если что. Поэтому, уважай, собственно, свою аудиторию, и будь умным. И, собственно, обрати на себя внимание, потому что ты очень много плачешь на стриме. Че он пиздит, блядь? Пизбул. Обманщик. Сука, на него надо повторное разоблачение делать, блядь. Он пиздит, блядь, ребята. Ребята, я не знаю, мяу, 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 мяу. Собственно, их... Блядь, я реально Исаак. Ну, это ты, Айзек, точнее. Не Исаак, Айзек, да? Катерина Мизулина, обратите, пожалуйста, внимание на Кашу, то, что она общается с Никоглаем. А Никоглай, это же ***. Почему ***? Потому что... Интересно, что он там сказал? Вот, 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 нашёл ты себя, конечно, к Ваню, начал материться, курить за гаражами. Я видел, кстати, Иван Золо. Пить, нюхать крышки от пива, начал осуждаем такое. С твои-то 19 лет, ты что, это? Не дай бог ты хотя бы бокал выпьешь вина, всё, это пиздец, не вернёшься нахуй. Блядь, кстати, а у меня есть теория, почему Иван Золо, короче, не пьёт. Ну вот он сидит, просто сидит такой, так, 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 ну, понимай, и те, и вот, ему случайно кто-то подмешал водочки, он выпивает и становится такой. Так, кто я, блядь, чё за хуня? Заходит тикток, блядь, такую хуню снимаю? Да ну нахуй! Ебать, я чё со мной? Чё со мной нахуй? Не, реально, прикиньте, он выпивает алкоголь и становится максимально адекватным. Ну вот, прям реально математиком становится. Мне кажется, он так ЕГЭ и сдал, короче. Хотел расслабиться, немножечко там бахнул, выпил, пришёл в ЕГЭ, сдал и всё. У меня есть такая теория. Ты так хорошо всё объясняешь, что мог бы быть моим учителем по обществу знанию. Спасибо большое, спасибо. Ну, на обществу знания там другие темы, конечно, не секос-покос обсуждают. Госфера миром в Доту-2. Бля, есть такой план, есть такой план, но, сука, я всё распланировал, там, и с Серёгом Пиратом и так далее, когда я стримил там по 2-3 стрима в день. Сейчас я уже это не потяну, поэтому всё перекладывается. Извините, пожалуйста, Серёга Пират, бля, Фера мир, мне очень стыдно перед вами, потому что всё так получается. Здорово, Каша, ответь, пожалуйста, на вопрос, почему ты такой милашка, у меня на тебя дилда встаёт. Можешь займёшься 18 плюс контентом на твоей незастеленной кровати? Ну, она всегда незастелена, но тут ты ничего не предсказал. Возможно, возможно, спасибо большое. Ты один из моих любимых... Привет, ты из Череповца. Куся, ты один из моих любимых стримеров, не пропуская ни одного стрима, ты вообще супер, уртра крутой, птыщ, пыщ. Передаю привет двоюродной сестре Тане. Привет, меня зовут Борис, мне 23 года, заебался, сильно на работе... А, это уже было. Крутой ты мужик, спасибо большое. Спасибо большое. Меня и мужики смотрят. Он говорил в кружках, что засылал *** на Москву-сити. Хочу сказать, что каша, это раб никоглая. Под... Ну, вот и разоблачение. Да, да, да. Я его пешка. Да. Есть такое. Пруф и факты, какие-нибудь там доказательства, что-то, к чему это ведёт. Осуждаем, кстати, да. Ну, хуй знает. О чём разоблачение-то я не понял, сука. Уже конец ролика скоро. Где разоблачение, блядь? Вот реально, в последние полторы минуты они такие... Быстро себе документы вот так вот. Так полторы минуты осталось. Вот документ, вот документ, вот документ. Укрываются от налогов, нахуй. Он является... Блядь, агентом под прикрытием, нахуй. Он реально пособник, сами понимаете, кого в ГТП ТРП. Потому что каша это, как книга Глайд 2.0. То же самое. Высмеивает меня и издевается. Иван Золо, никогда на тобой не издевался. Особенно на нашем совместном стриме. Я опять же повторюсь. Кто забыл, кто не помнил. У нас был совместный стрим. И там никто ему плохого слова даже не сказал. Я не считал хейтерские донаты. Не считал донаты по поводу политики. Я не считал ничего плохого, что было бы про Иван Золо. Я даже Челика, которого позвал. Ну, Бугра. Он уже более-менее известный. Вы понимаете, о ком я говорю. Вот этого дипломированного врача позвал. Я ему сказал именно, что говорить. И говорить только... Про меня плохое. Про Иван Золо вообще ничего плохого не говорить. Даже там двухслойку, трехслойку не кидать, где его бы оскорбляли. Понимаете? Там не было никакого хейтерства. Ну, меня там оскорбили. Все, вот-вот-вот-вот. Все. Меня оскорбили, я оскорбил Николая. Все, больше... Вот, все. Круг на этом замкнулся. Никто Иван Золо не трогал. Никто не думал даже над ним издеваться, блядь. Он сам что-то там сидит, все надумывают, блядь. У него гипп... Поэтому, Екатерина Мизольевна, прошу проконтролировать этого персонажа в интернете. Что, блядь? Глайд 2.0. То же самое. Высмеивает меня. Попал на Москву-сити. Хочу сказать, что Каша это раб Никоглая. Потому что Каша это, как Никоглайд 2.0. То же самое. Высмеивает меня и издевается. Поэтому, Екатерина Мизольевна, прошу проконтролировать этого персонажа в интернете. И, собственно, поговорить с ним чисто по-мужски. А что потом... По-мужски. Екатерина Мизольевна. Ну, у вас вряд ли получится поговорить с ним по-мужски. Ну, если уж к тому прошло, то ладно. Если Иван Золо на меня решил нажаловаться, нажалуюсь в ответ, пожалуй. Прошу проконтролировать эту личность под названием Иван Золо. Иван Золо, он не понимает, что он делает в интернете. Даже когда рекламит котики, не несет за это никакую ответственность. По той причине, что он просто не понимает. То есть, либо должен появиться нормальный человек, который будет его контролировать. И понимать, как устроен интернет. Что можно говорить, что нельзя говорить. Либо Иван Золо придется удалить интернет с компьютера. И не выходить, не быть медиаличностью. Потому что он не может нести ответственность. И нормально передавать информацию, качественную. Хотя бы ту, которая не несет вред другим людям. Также прошу обратить внимание, что он сотрудничал со сватерами. То есть, с людьми, которые закладывают, якобы закладывают взрывчатые вещества в GTA V RP. Ну, сами понимаете. Также он с людьми, которые занимаются дианонами. То есть, распространениями личных данных сотрудничал опять же. Также он сотрудничал с людьми, которые рекламят котики. Даже после того, как вы написали по поводу него в телеграм-канале своем. Он также продолжал с ними сотрудничать. Только на более меньшей аудитории. Передавал им приветы заказные. Я получал от них деньги. И также хочу немного настоятельно проверить его по поводу налогов. И платит ли он. Насколько я знаю, все деньги он получает на свою карту через менеджера. Ему платят. Он не платит за это налоги. Рекламодатели вряд ли тоже платят налоги. Потому что там ровная сумма получается. И что еще? Надеюсь, ничего не забыл. Вот. А, ну и по поводу... Вот, Иван Зола нажаловался на меня по поводу того, что я стримил с Никоглаем. Конечно, меня можно какой-то ответственности за это привлечь. Но также придется привлечь и Стаса Айкопроса, который согласился на стрим с Никоглаем. Также придется к ответственности привести Жмелевского, который сотрудничал с Единой Россией. Да и в общем тогда Единую Россию надо привлечь к ответственности. То есть по такому делу, которое хочет записать на меня Иван Золу. Все, надеюсь максимально понятно. Разъяснил все. Это, конечно, неправильно. Расскажи про угрозу. Ну, также Иван Зола мне угрожал. Но это я не расценивал даже никак. То есть я не боялся. У меня там не было панических атак из-за этого. И всякого такого. Читаешь листка. Да, мне тоже батя Сергей написал это. Конечно. Также он пытался лишить... Вот, кстати, реальная статья. Также он пытался лишить... Ну, мешал профессиональной деятельности. Мешал стримеру такому, как Мазелову. Он хотел его лишить работы. И говорил слова, за которые банит площадка. Прямо на трансляции. Зная, к чему это приведет. Ну, точнее, думая, что знает, к чему это приведет. Пытался его забанить. То есть лишить работы. То есть, ну, он пытался помешать профессиональной деятельности. Такого делать нельзя. По законодательству Российской Федерации. Вот. Ну, если... Ну, то уж пошло. Она же в интернете. Ничего не забыл? Что еще? Привет. Не вслух. Конечно, ты можешь меня считать своим другом. Но только это в одностороннем порядке будет. Можешь со мной говорить. Когда я на трансляции, в принципе. С монитором говорить. Я тоже с телевизором часто говорю. Типа там. Ой, Кузя, ну ты дурак. Там. Ой, Майкл, красава. Уделал эту девку. Красава там. И всякое такое. То есть, в принципе, это почему бы и нет. Друзья на расстоянии. Можно так считать. Привет. Передаю привет. Влад Бодобумчик. Нет. Осуждаю такое. Осуждаю. Здорово. Добавь, пожалуйста, в друзья удачного стрима. Блядь. Надо ссылку на ВК скидывать, братан. Не собачку, не айди, а именно ссылку. И, собственно, поговорить... Казино также рекламировал, но... Про это она уже знает. Че он только не рекламил. С ним чисто по-бужски. А что, по твоему мнению, должны сделать... Что, блядь? И, собственно, не хотели... То же самое. Высмеивает меня и издевается. Поэтому, Екатерина Мизольевна, прошу проконтролировать этого персонажа в интернете. И, собственно, поговорить с ним чисто по-бужски. А что, по твоему мнению, должны сделать с кашей? Какое наказание лично для него, по твоему мнению? Что бы ты с ним сделал, какое наказание он бы понес? А пусть идёт на исправительные работы. Какие? Ну, там, убрать, например, тюремную комнату какого-нибудь бандита, например. А я... Ну, то есть, в тюрьму меня засунуть. Я... Екатерина Мизулина, ну, он меня там оскорбил в интернете. А посадите его лет на 10. Ну, ладно, ладно, ладно. Всё-таки он там ещё шутил надо мной. Так что в чёрный дельфин, нахуй, его. На пожизненное, блядь. Вместе с маньяками его посадите. Но он же правда смелся надо мной в интернете. Ну, правда, заслуженно-то, ёпта. Я-то всего котики рекламер со сватерами и доксерами от остальными тушу. Ну и что? Бывает такое. Ну, бывает такое. А если бы перед тобой поставили кашу и сказали, делай с ним всё, что хочешь? Хм... Провокационный вопрос, опять же. Я бы... Ммм... Не знаю, воянтов, конечно, много у меня. А, короче, леща ему прописать огромнейшего. В GTA 5 RP. Не знаю, откуда его такая ненависть в Иван Золо. Всё-таки я думал, что он надумал. Там много вещей про меня. Осуждаем максимально. В GTA 5 RP осуждаем. Опять же, угрозы какие-то... ...челесного характера. Мы такого не одобряем. Осуждаем максимально, да. Что ж, я думаю, пора наконец-таки раскрыть тот самый материал, который повлияет на судьбу каши. Может быть, вы всё-таки расскажете, что было в том самом конверте? В том самом конверте была флешка, которую можно вставить... Флешка! Всё, закладывай бомбу, Иван. Закладывай бомбу. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Ту-ту-ту-ту-ту. Кс-го, кс-го. Ну, типа, игра кс-го. Надеюсь, помню. Твич, твич, твич. Мы проигру кс-го. GTA 5 RP. Всё, в GTA 5 RP. Ну, в телефон, в планшет, в компьютер и посмотреть тот самый важный материал. От которого будет зависеть судьба каши. Да. Как я и говорил, ребята подошли ответственно к разоблачению и... Что это? Это ж, блядь, флешка на Nintendo Switch. Это флешки, нахуй. Это ж, нахуй, это картридж. Это не флешка даже, это картридж, нахуй, на Nintendo Switch, блядь. В смысле, блядь, разоблачение на меня, это, блядь, Mario Karts? Вот реально, Mario Karts он сейчас запустит и такой, смотрите. Всё это время каша был, Луиджи, нахуй. Ёб твою мать. Что за хуня, это не флешка, это картридж, нахуй, на Nintendo Switch. Находится мать. Это, это, это картридж на Nintendo Switch, блядь. Я реально говорю, это не флешка, нахуй. Вы, нахуя, разоблачение на меня записали на Nintendo Switch, как я это посмотрю теперь, блядь. Это реально картридж. Что за хуйня? Ладно, на самом деле я понимаю то, что это CD-диск с фотоаппарата, который вставленный в специальную хуйню, короче. Они просто это снимали, я так понимаю, на камеру разоблачения. То есть, ну там, как-то там, пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. Снимали меня там, чем мы занимаемся с братишкиным в свободное время. Ой, блядь. Не, я понял, это из... Я говорю, я говорил то, что это SD-карта, да. Я понимаю. Вообще-то это карта памяти. Блядь, я про это и говорю. На 64 гигабайта у меня такая есть. Я угорал то, что это, блядь, картридж от Nintendo Switch. Но смешно было, да, согласитесь. Осуждаю. Табик, я не буду такое читать. Извиняюсь. Про твоего друга просто у него имя созвучено с одной религией. Блядь, Саран, тупанул пиздец. Блядь. Ну, если я не забуду, то тебя добавлю. Ну, нужно 500 рублей просто одной купюры и ссылку на ВК. Привет, Каша, передаю привет логопеду. Вчера кидал 500 рублей, чтобы ты добавил, друзья. Я не всех успел добавить, извините, со вчерашнего дня. Обязательно всех добавлю. Материал, как вы уже слышали, который повлияет на репутацию Каши. Видео в Telegram, сейчас я проверю. Скорее всего, там ничего нет. Скорее всего. Это просто байт. Ну, да. В принципе, было очевидно. Тут просто надпись, хотите узнать, что подготовил Иван Зол на этой флешке. Блядь, ну это не флеш, это HD карта, нахуй. Схуяли, это флешка. Это либо картридж от Nintendo Switch, как я говорил в начале, либо это диск вот этот. Ну, как симка, вставленную в карту, короче. Вот это. Блядь, я не понимаю. Блядь, что за хуйня, что за бред, блядь. А, вот, мне скинули ролик про тот, про который я говорил. То, что вот Иван Зола пытается вскрыть автобус, смотрите. Блядь, пытается сбежать, ёпта, заяц, не оплатил, нахуй. Смотрите. Блядь. Что он, блядь, он решил сучкой нырнуть, блядь, из автобуса или что? Я не понимаю просто. Не, ну правда, что он делает, блядь. Блядь. Чё за хуйня? Он, типа, вот так вот руками собирался сделать, типа, дзыньк, и оплатил проезд. Всё, заебись. А что он пытается сделать? Нет, серьёзно, смотрите. Что он, блядь. Печать пытался поставить, нахуй, на этот автобус, чтобы никто не зашёл, блядь. Щучка, щучка. Ну, извините, блядь, у меня с Диксой проблема. Простите, пожалуйста. Давайте не будете надо мной смеяться. Пожалуйста. База. Да, смешной ролик. Это последний у графа была. Ну, он на стриме там говорил. Он, наверное, про разоблачительский ролик, который мы уже смотрели. А, да? Ну, похуй, в принципе. Так, и что там, конфликт с братишкиным организовался? Собрался выезжать, манялись. Ну, у Иван Зола и братишкина. Образовался конфликт, короче, смотрите. Собрался выезжать, манялись на такую хуйню какую-то показывать. Смотри, что дебил написал. Осуждаем такое. Ну, смотрите, мне первым написал. Но сразу говорю, это фейковая почта от Иван Зола. Всё узнали, всё выяснили. Это просто нурные почты, которые нигде не записаны вообще. Это не почта Иван Зола. Просто чел байтит и пытается стравить нас как-то для контента. Мы такое осуждаем максимально. Почты, короче, и тут. Сегодня сторона интернета выиграла тёмную, поэтому не зовите меня на коллапс с вами. Вы уже никто. Я самый лучший во всём. И это письмо, чтобы не... Ну, очевидно, что это байт какой-то. Выкладывали никуда. То я знаю вас. Ради хайпа сольёте. У меня всё. И, конечно, не смотри меня. Не упоминай меня нигде. Думаю, ты понял. Ну, меня ты не понял, поэтому я тебе упомянул, блядь. Ну, выглядит как будто это может быть какой-то фэк. Я написал у себя в Телеграм. Подписывайтесь на Телеграм. Там уведомления о стримах у меня проходит. Ссылка под баннером. Потому что я то на Ютубе, то на Твичи, то в ТикТоке, блядь, стримлю. То есть, ну, подпишитесь, чтобы не пропускать стримы. Также там важные новости. То есть, про эти конфликты я уже ответил. То, что вот с самого начала, как только увидел этот кружок, я сразу написал. Ребята, вот тут Иван Зола ни в чём не виноват. А то тут Иван Зола чистый. Это не его почта, а это не он писал. Куда бы б, блядь, вы чё? Байбэ, куда бы б? Телеграм только попросил. Я не прощаюсь с вами, просто в Телеграм попросил зайти, блядь, вы чё? Ну, судя по тому, какая хуйня там написана, вполне может быть, что этот, блядь, всё-таки реально он. Опа. Братишкин, ты что, в тёмную зону интернета захотел? Ты чё вот так вот делаешь, а? Что это такое? Одно что-то намекал, нахуй, братишкин. Подожди, что это такое? Да чё байбэк, нахуй? Так, ну и дальше он ещё голосовый сообщил. Мне порой кажется, что он так изворачивает всё, потому что думает, что, блядь, это мы тут на нём хайпимся. На самом деле, байт это он, ебать. Иван, это обращение к тебе. Ты можешь нахуй уже пойти, заебал ты в меня вот конкретно уже. Можешь мне на почту не писать, никому вот из всех, кого ты там упомянул, никому не писать, всем на тебя абсолютно поебать. Да не он просто, бро. Иди, блядь, снимай какие-нибудь видосики, угораю, всё. Ну просто, ты уже заебал, реально. Я уже не могу твоё имя даже воспринимать. Понимаешь, Иван меня бесит, бедный Диппенс, блядь. Буду на нём отыгрываться. Если есть такая возможность, я бы, наверное, всё-таки обратился к Екатерине Мизулиной. Да всё, блядь, вот у Екатерина Мизулина просто сейчас с папкой, со всеми стримерами, ютуберами, блядь, он на стол упадёт. Сколько там стримеров за сегодня обратилось ко мне, ё-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот, и сейчас есть идея разбираться в этих конфликтах стримерских, ютуберских. Бля, ну это охуенная, конечно, работа. Чтобы конкретно у одного человека у нас пропал интернет на всю жизнь, блядь. мы все подпишемся я говорил либо нормальный человек который будет управлять иван золотом например я то есть который ему даст менеджера проверенного который будет владеть его телеграмом и остальным но будет как минимум там модератором чтобы убирать и комментарии за которые можно забанить он нахуй телеграм либо 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 что но но просто владеть иван зол короче без чьей-то помощи он не справится буду использовать этот аудио формат в качестве просьбы и петиции пожалуйста ставьте смайлики 100 вот это будет наши голоса за то чтобы у ивана зола сегодня и вообще в принципе на последующие лет пять отключили интернет нахуй я думаю там можно сделать русском надзор я думаю может разобраться с этим человек неадекватен можно ему интернет вырубить пусть санис займется саморазвитием но тут братишкин не прав кто бы могут подумать то что я буду на стороне иван зола они на стороне братишкина хоть раз в жизни блять 100 100 100 да не ребят но это не он писал то есть чего-то началось конечно там это может быть накипело это сообщение последнее пришло все он уже решил высказать свое мнение по этому поводу но скорее всего все не так все не так я честно вот и как ответила иван зола на сообщение братишкина я честно скажу ты дурак а знаешь почему я честно скажу ты дурак это даже не вопрос а знаешь почему потому что я говорил в интернете что я не умею писать на почту я использую vk и инсту ну кстати да мне у меня указана почта для сотрудничества он нахуя то писал мне в к там где деловых моих диалогов вам пишет вам пишет мошенник и кого вы там хотите запретить научитесь дружить и не обманывать людей а то вы мажоры но опять же иван зола часто используют это слово мажоры да и интернета совсем наглые стали и наглые используя до вас родители ничему не учат опять же иван зола вот ну так 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 говорят так говорит стандартный школьник то что вас родители ничему не учат ну стандартный студент также говорит интернет надо запрещать тем людям которые еще даже не в не в в путин или что не в в путин не в в школе или которые пошли только в детский сад я же сам должен решать что должен делать я сигма и иду тупо вперед и я вас научу как себя вести правильно иван зола сигма я знаете ли спорить не буду вот после этого уже сообщение да ладно 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 все я на стороне братишки на теперь все при него другую сторону ребята все в темную зону интернет обратно переметнусь потому что но вот это сообщение не сильно отличается от того что пришло на почту к нам от фейкового человека от фейкового иван зола точнее ну человек я иван зола считаю человеком все хорошо не подумайте просто сформулировал все осуждаем максимально